Всем привет, ребята, с вами Чен, и вы смотрите проект Дорогая, мы убиваем детей, семья Манукян. Да, ребята, новая семейка, новые интриги, и сегодня мы будем с вами разбираться. Надеюсь, что вам нравятся такие выпуски, вы ставите сразу всегда лайки, пишите комментарии, потому что чем больше их, тем быстрее выходят выпуски, мне очень приятно. Также, ребята, у меня у моей жены есть лайв-канал, и ссылки тоже в описании. Ну что, ребята, будем меньше говорить, больше смотреть. Поехали! Местечко-носивка, Чернигевская область. Тут мешкает родина Манукян. Мати Наталя 37 лет, власниця перукарни. Мария 17 лет, донька Наталя от первого шлюба, дочка первого брака. 11-летний Арсен, сын от второго мужа. Хлопчик агрессивный и не керованный. Мальчик агрессивный, неконтролируемый. А если бы это был топор, ты все, ну ки! Не, ну, видишь тебя, что закри! Ну, перемен, тульмини, это провоцирует. Она ругала его, и он дав мне пощочину, всю силу, которую ему хватало. Такая злость! Ну, не детская злость. Злість Арсен взрывает не лишь на маме. Вот баран! А и на своему выхованцем. Викторси, как раз страдает. И! Декай! Декай! Фобра! Убий его, нафиг! Прибий кирпичом! Таким агрессивным Арсен был с детства. Таким агрессивным был с детства. И ключи от машины туда. Вот самое интересное, уже был с таким с детства. То есть он таким вырос, да, родился и вот стало агрессивным. На самом деле, стопудово, то есть уже что-то повлияло от родителей. Не мог ребенок так просто-напросто стать агрессивным. То есть что-то все-таки к этому привело. Отдала его на единоборство, и теперь все-таки получают то, что хотели. Капец. Заметьте, он еще маленький. Вот смотрю, мы все-таки там, сука, 11 лет, а уже как семью на уши поднял. То есть ему еще 4 годика добавить минимум. Все, ребят, это будет полная крышка дома. Он взял ножик, он подошел и вот так делал ножом. Арсена, нет никаких ограничений, рамок, никого не слухаю. Получается так, что мальчик вообще дома никого не слушает. А вот именно его отец, он приезжает вообще 2 раза в год. Он где-то работает, поэтому у него в основном связываются по скайпу. Давай, мне там люди ждут. А ты опять есть люди дорожшие от сына, да? Да, когда его нет, я с ним скучаю. Может, когда он приедет. Ждет, когда приедет. И говорит, а я не помню Арсена маленьким вообще. У меня как будто нет детей. Он просто прожил где-то. Про папу. Где-то прожил, ребенка не прожил. У нас же сезонная работа, поэтому так получается. Так как папа понимает, что он виноват, что он не проводит с ребенком время, он не наказывает мальчика за плохое поведение. Мужик на самом деле какой-то шланг. Он как-то не хочет ничего реагировать, он так пока стоит как-то отделенно. И видно, что да, тут большие конфликты между мамой и сыном. А еще, ребята, там страдает и сестра его старшая. Ну, как вы можете понять, что проблема не только в ребенке, что мама и сама не без греха. И когда папа ребенка возвращается домой, она не дает ему стать главой семьи, и ребята устраиваются. Да, мы с ним поговорим. У вас сколько, 14 лет было, с ним говорить? Иди, где церковь не вызывали. Меня не надо воспитывать. Меня батьки воспитали нормально. Меня воспитывать не надо. Меня родители воспитали хорошие. Понимаешь? А если ты взял, как ты сказал, в Украине выбрал, значит выбрал. Если взял с жены, то все. Меня не надо воспитывать, понимаешь? Воспитуй его. Все время Миша, ну ты что не бачишь? Миша, ну прийми какие-то смерти, ну и скандал уже у меня идет с Мишей тогда. Уже не с Арсеном, а с Мишей. Куда ты уходишь? Я тебе говорю. Куда ты уходишь? С жопой. Я с жопой говорю. Иди, так, как всегда ты делаешь. Я ему скажу, а он с жопой я его разговариваю с тобой. Ну так, а я? Он сказал, что ты его трогала? Что ты его трогала? Оце беда, Миша. Понимаешь? И он слушает, что ты меня строишь. Я тебе сказала, что ты меня строишь. А ты его, а тогда больше воспитывать меня. Когда начинается конфликт, мы его, как, не вулкан, не тушим огонь, а наоборот подкидаем дрова. Так что, то Мишу начали раздирать, хочет. Мне кажется, что я так живу. Сколько с ним живу, так, мне кажется, что я всю жизнь так и живу. Мне кажется, что я все время так и прожила. Я не могу вспомнить минуту, чтобы я один день не поплакала. Ой, дурдом. Ну, мужик не может просто-напросто выдерживать эти все скандалы. Он просто-напросто уходит из дома. Да, он берет и сваливает. Есть еще один момент, что сам мальчик, он боится таких вот внезапных отъездов отца. И он делает все, чтобы все-таки папа остался. А папа очень редко находится дома, вы понимаете, да? Держи ее, Маша! Пап! Пап! Ты что, ненормальный? Мистер, охлакуйте, босс, не охлакуйся! Когда мы были на море, мы там кинули монетку, задачу надо было задавать пожелания, чтобы мамка с папкой не ссорились. Это мои самые пожелания. Он загадал желания, чтобы мама с папкой не ссорились. А что, ребята, давайте все-таки будем начинать обзор этой семейки. И всегда в начале проекта у нас проходит медицинское, психологическое и физическое состояние ребенка. Как заявили лекаря, серьезных проблем с здоровьем у Хубчика. Проблем у него особо нет. По лабораторным анализам все показатели в норме. Ну, в общем-то, как бы у парня со здоровьем все хорошо, перейдем, ребята, к физическому показанию. Проверим, сколько раз ты отжимаешься. Два. 29 и последний. Парень крепкий. Вот так. А сколько больше всего ты отжимался? 60. 60? Вот так. Круто. Ну. А пресс что? А пресс слабенький. Не, может, я так не буду. 16. Вот так он все было? Нет. Хорошо служим. Нет, надо присесть им двумя руками. Ах! Хорошо. Устал? Да. Пока. Я бы оценил его физсостояние, ну, на 3. Да ладно, ну, не троечка, ну, не соглашусь я. Ну, парень, может быть, не прямо аж силач, но же не какой-то там культурист. Ну, четверочку, ну, не тройку. Он неплохо отжимается, вот, но остальные упражнения даются ему с огромным трудом. Самое главное, что, чтобы он нашел тот вид спорта, который ему нравится. И теперь, ребята, самое интересное, это психолог. Что ты делаешь у нас в проекте? Ну, тогда какие у вас есть проблемы в семье? Что бы ты хотела изменить в семье? Ну, знаешь, все давно понимали. Не понимают в семье друг друга? Часто скандалы? Ну, да. Кто больше всего скандалит? Мамка с папкой. Если родители сейчас же не перестанут ссориться при ребенке, нападать на ребенка и не объединяться в единой политике воспитания, Арсена, ну, они его в прямом смысле слова убивают. Если у него нет моральной поддержки, если он живет в ситуации, где есть постоянные всклоки, где есть скандалы, это то, что есть у Арсена в семье, такой мальчик, когда вырастает мужчина, пытается найти где-то удовлетворение. Чаще всего это алкоголь. В каждом квадратике поставить как можно больше точек. Поехали. Следующий. Ну, что это так? Блин, я не почаса летел, а теперь пошел. Все, стоп, окей. Надо было только яжить. Все нормально, не переживай так. Как можно быстрее выполнить композицию, окей? Сложить фигурку. Это уже у сделки, мужчина. Напоминаю, ребята, что это психолог когнитивного развития, то есть какие-то неординарные мышления, и она понимает, в чем ребенок закомплексован или тому подобное. Вы не приходите. Вот что хотелось бы отметить про Арсена, это то, что он очень нервный. Его неврастения на первом плане. Что ж ты так нервничаешь? Покажи мне ручки, пожалуйста. Ты крызешь ногти? Да. Зачем? Не знаю. Давно? Это замечая лякость. Дети бьют родителей тогда, когда они чувствуют несправедливость. Это жажда мести. Это то, что родители не хотят никогда понимать. А у ребенка агрессия из-за обид, накопившихся на родителей. Она должна найти свой выход. Поэтому он мстит маме. Он причиняет боль маме. Он ее бьет. И чем дальше, тем это может становиться все хуже и сильнее. Подождите. Ну, если честно сказать, это тоже, да, бывает грызу ногти. Ну, такая дурная привычка. Я думаю, если у кого-то из вас она тоже может написать в комментариях. Ну, я не думаю, что типа это как сразу какое-то расстройство и тому подобное. Это привычка. Дурная просто привычка. Не более того. Поэтому назвать таким-то расстройством я не могу. Ну, что, ребятушки. Теперь переходим в студию. Первая встреча с ведущим. Новое правило. И будем со всем этим разбираться. Здравствуйте. Наталья, Мушек, Мария. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Зачем пришли? Что за помощь? Помощь. Вам нужна помощь? Ну, ребенку. Плохо себя ведет. Не слухает матери. Ну, а вы что по этому поводу думаете? Такие впечатления, что я ему просто надоела. Вот папа все время на нема, а мама как бы уже прямо примелькалась, аж раздражая. Хорошо. Давайте попробуем разобраться. Вот что конкретно с ним не так? Ну, его агрессия, жестокость. А в чем проявляется агрессия и жестокость? Он даже на нормальный разговор, он уже злится. Уже агрессия. Так что делать будем? Я уже не знаю, что делать. Надо всем меняться. Всем надо меняться? Арсен же не сам таким стал, а в таком окружении нашем. Я с этим согласен. Но, по-моему, мама и папа этого не понимают. Да нет, у нас дети понимают. Что вы делали для того, чтобы измениться? Наверное, еще нечего. Ну вот, видите. Ничего еще не делала. Ребенок виноват. Вы ничего не сделали. И сейчас, скорее всего, пришли с мыслью о том, чтобы я поменял вашего супруга. Нет. Чтобы он лучше стал относиться к вам и к сыну. Да. Как наладил отношения. Сто пудово. С ребенками с вами. И чтобы я поменял сына. Нет, вам надо меняться. А в чем не меняться? Например, я не могу ничего сделать, чтобы папа остався дома. С Арсеном я вообще могу что-то сделать. Вот смотрите. Вы хотите изменить отца, мужа, Арсена, но не себя. А ваша дочь говорит о том, что изменить нужно себя. Я потому и спрашиваю, что вы сделали лично с собой для того, чтобы в лучшую сторону изменить ваше отношение с сыном? Единственное, что я сделала, опустила руки. Это все ложь. Вы не опустили руки. Вы, наоборот, их распустили. Характер вашего общения с ребенком, он, ну... Желает лучшего. Мягко говоря, неприемлем. Ну что, если у ребенка только за мной общение в последнее время? А скажите, у вас есть какие-то проблемы с сыном? Я просто побаловал. Разбаловал? Да. А он вас слушает? Ну, как сказать? Честно скажите. Что это так? 70%. Смотрите, я понял. Правду в вашей семье знает Мария. На ваш взгляд, Мария, что происходит? Арсен, я думаю, не слухается через то, что мама с папой не может между собой никакой общий язык. Потому что папа нам, можно сказать, ни в чем не отказывает, все позволяет, а мама есть какие-то рамки. То есть у нее единая модель воспитания ребенка, да? Почему? Родители, это к вам вопрос. Наш, вот это, наверное, я виноват, потому что вы так счастенько не бываете дома. Смотрите. Баловать иногда, это, наверное, хорошо. Но должны быть единые правила поведения в семье. Должны быть? Должны быть. Они есть? Нету. Нету. Почему? Так получилось. У вашего сына достаточно серьезные проблемы с психикой. Его уже не в растении. Источником этих проблем являетесь вы, мама. Конечно. Он самый большой за мной общается. Бывает, самый большой. Нет. Вы его больше задалбываете. И слово задалбываете здесь ключевое. Но это и не... Вы с ним не общаетесь. Вы его задалбываете. Он так и говорит. И явно так и говорит. Зачем ребенка задалбываете? Я не могу оставить его в покое, потому что его больше никого нет. Если бы вы бать в покое... Что значит, вы его не можете оставить в покое? Вы его доведете до самоубийства. Беда в том, что Арсен растет в доме, где живут двое взрослых, разнополых людей, которые называют себя мамой и папой, считают себя семьей, но по факту таковыми не являются. Они не семья, потому что не ведут себя как семья. Мама не мама, потому что долбит меня постоянно. Папа не папа, потому что папы то нет, то когда он приезжает, он... Ну, вряд ли вы занимаетесь ребенком. Правда ведь? Скорее всего, вы лежите на диване и смотрите телевизор. Ну, я прав, Мария? Ну, вот, видите. И вот в этом всем растет... По папе на самом деле видно, что он какой-то флегматик, он какой-то неактивный, он все как-то вообще без эмоций отвечает. Ну, какой-то вообще, ну, такой... Ну, не прям, конечно, как овочка в семьях тема, но какой-то реально неактивный. Мать, видно, такая, что да, любит построить, быть главной и тому подобное, но в себе проблем не видит. И есть еще, как бы, дочка старшая, которая, в общем-то, хоть немного нам открывает правду. Тот подросток, по сути, он защищается. Он защищает свое право не быть такими фальшивыми, как вы. Вы согласны с тем, что я только что описал? Я за всем согласна. Отлично всем согласна. Тогда смотрите, что делать? Какое-то время парня нужно будет, наверное, даже оставить в покое. Ну, вам, так точно. А вам больше включиться в его воспитание. Потому что мамы в его жизни слишком много, а папы слишком мало. А для того, чтобы вы понимали, ради чего все это, давайте я вам покажу, как ваш сын может выглядеть в 40. Ну, я боюсь. Итак, пошло. Сейчас что-то такое сотворят. Ну, похоже чем-то на папу. Так себе, ну, что-то есть такое. Кого вы видите, Наталья? Уголовника я вижу сразу. Стояк, я кисляю. Уголовника. Уголовника. Неврастейника. Фу, господи. Неудовлетворенного жизнью человека. Значит, перед тем кого-то убил. Кого-то убил. Вы обратите внимание, в каком он находится эмоциональном состоянии рядом с вами. Он либо себя убьет, либо вас, либо еще кого-то. А вы, видя это, все равно к нему ломитесь. В надежде причинить добро. Ну, папу, видно, что тронуло. Папа слезу пустил. Наверное, все-таки до папы что-то там дошло. Не знаю, как до мамы, но у папы что-то все-таки йокнуло. И это приятно. Вы же видите, что то, что вы делаете, не работает. Не можете найти другого способа, оставьте. Потому что ребенок живет в состоянии постоянного стресса. Да и у сестры вижу йокнуло. Он может быть агрессивным, балованным. Он может отказываться учиться, но он точно не идиот. Парень не глупый. Но доведенный до отчаяния собственной мамой. Маму тоже, надеюсь. Скучающий, безумно скучающий за отцом. Хочется верить, что все-таки этой семье смогут помочь. Потому что, да, видно, что парень, в общем-то, как бы не дурной. Да, проблемы с поведением и тому подобное. Но, как бы, до этого, наверное, скорее всего, мама довела. И папа своим безразличием, и то, что его не было дома. Вы что-то с собой готовы сделать? Я-то. Наталья? Я готова, но не знаю, что делать. Я расскажу, что надо делать. Давайте пригласим Арсена и узнаем первое правило. Привет. Здрасте. Я Дима. Я Арсен. Арсен, как ты думаешь, зачем ты здесь? Чтобы поменять что-то не было. А что тебе не устраивает? Ну, знаешь, не лаялась. Я мамка, папка, Машка. А кто чаще всего ругается? Мы с мамкой. Вот у меня была такая мысль, что мама уж очень там часто к тебе пристает. Я бы это так назвал. Похожа на правду? Да. По какому поводу она это делает? Да, я не знаю какие-то задания. Дает задания. Ну, а я его не хочу выполнять. Это я сам буду делать. Например, застелить кровать или убрать в комнате. Ты непослушный. Меня отрицают за то. Здесь будем с тобой встречаться какое-то время. И каждый раз я буду предлагать правила, а не обязательно. Если эти правила выполнять, отношения твои с мамой и в целом у вас в семье станут лучше. Слушай, ты готов правила выполнять? Ну, да. Хорошо. Правило первое. Кто в доме хозяин? Как ты думаешь, кто у вас в доме главный? Ну, вообще мамка. Папка. В рай. А папка очень редко дома бывает. А потом, когда приезжает, у него с мамой очень много разногласий. Есть такое? Да. Вот на этой неделе папа личным примером покажет, как нужно хозяйничать в доме. Как тебе правило? Нормально. Мушек, ваша задача показать жених, как правильно вести хозяйство. Ну, чтобы она понимала хотя бы, за что вы ее ругаете. Справитесь? Стараюсь. Правило второе. Я чувствую, что что-то не пойдет. Мужское слово. Арсен, как ты считаешь, мужчина должен держать слово? Да. Если он сказал, что сделает, значит он что? Сделает. Должен сделать. Папа часто тебе там кое-что обещает и забывает. Было такое, да? Бывало. Мне кажется, что, выполняя свои обещания, вы, во-первых, покажете правильный пример сыну. Ну, и будет великолепная возможность больше проводить с ним время. Ведь все-таки вас ему не хватает. Я это понимаю. Правило третье. Большие перемены. Я знаю, что ты любишь заниматься спортом, да? Да. И даже ходишь на какой-то вид единоборства. Орденно. Еще я знаю, что у тебя есть определенные трудности в общении с мамой. Ты иногда отравшиваешь на ней приемы. Есть такое? Да. Вот об этом узнал его и тренер. И вот, что он по этому поводу думает. Ой, ребята. Я все-таки считаю, что, ну, бить женщину, маму, ну, это вообще неправильно. Я думаю, что ты извлечешь определенные уроки из этого и больше подобного повторять не будешь. Тем более, что спорт в твоей жизни останется. Будешь заниматься футболом. Футбол нравится? Да. И я думаю, что пора все-таки взяться за собаку. А, он ее мучает за собаку. И отвечать за него нужно будет тебе. Я хочу, чтобы ты кормил его, следил за ним. И, что самое главное, дрессировал. Ну, не бил. А для вас, Мушек и Наталья, будет отдельное задание. Вы отправляетесь учиться танцевать танго. Тонеры для того, чтобы все-таки они могли вернуть какие-то чувства в семью, чтобы как-то новый огонь страсти распалить. Разжечь. Нет, утрас ты будешь. С этого дня. Ссоры. Ругань. Драки. Оскорбления. Выяснение отношений на повышенных тонах. Вашей семье запрещены. Договорились? Угу. Хорошо. Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. Ну, а я вас жду через неделю. Надеюсь, с позитивными изменениями. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Ну что, ребята, правила получили и первый день. Арсен начинает их выполнять. Воды. Подъем всем. Разойдите, дружки. Зарядочка. Правый для головы. Круговый оборот. Упражнение для головы. Раз. Два. Три. Четыре. Все, закинчив. Теперь вперед-назад. Закончили. Вперед-назад. За всех сил туда наклонять. Давай, давай. Это как деревья. Тресни сейчас там. Ты сейчас треснешь. Все, закинь. О, слава богу. Давай, растяжь. Закончили. Растяжка. Вот так нужно стоять. Сейчас и штаны. Неправильно. Руки перед собой. Руки перед собой. Давай, что с рукой? Слышите. Десять на правый, десять на левый. Раз, два. На самом деле, парню утренняя зарядка – это повод, чтобы покомандовать родителями. Поэтому, конечно же, ни одной минуты не дает им, чтобы отдохнуть. Давай, теперь отжимание. Нет. Будем. Иди, отжимайся. Мамка десять, папка двадцать. Я скільки зможу? Два. Ого. Три даже не могу. Отработала. Давай, теперь ты. Давай. С тебя не в колокольчик, я можешь еще... Давай, ты мне десять хочешь? Срабила. Два, кто больше. Да, видно, что папка не особо хочет делать упражнения. Но он же хочет стать примером для сына. Поэтому придет. Папа. Ой, тук-тук. Он может, смотрите. Хотя есть самый один неприятный момент, что его жена стараний мужа вообще не оценила. И это неправильно. Творяется. А ну. Тут здоровье не меряну. А ну. На руки ползуты уже. Да ну. Не звыклый до физичных намонтажень мушек геть выбывся из сил. Нет, вообще, я бы, типа, я выиграл. Все, сегодня зарядка закончена. Вот. Все, спасибо. Мне нравится. Но, ребята, как вы помните, есть еще одно новое правило там, где не меняются местами, что мушек становится как бы хозяином в доме. И отдыхать тут не получится. Пылесосить этот коврик и помыть сверху. Как его помыть? Кто самый ближайший, там обутый ходит. Кто там обутый ходит? Потому что ты, это я. Мы поменялись. Ты это я? Наташа, тратить не надо его. Попалесос или все. Надо, Миша, надо. Давай. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Миша, например, легче мне упрекнуть, зачем ты ковер постелила на кухне. Ему легче. Где ты такое видела, чтобы на кухне был ковер? Зачем ты ковер на кухню постелила? Да сейчас у нас на кухне тоже ковер лежит. Ребята, у кого-то еще есть на кухне ковер? А мне, например, опять же, это в характере такие. Лучше сделать тяжелее, мыть, стирать. Тяжелее мыстирать. Зато мне красивейше нравится. Зато красивее. Но мужик понял, что от задания все-таки не избавится и начинает он, ребята, их выполнять. Страшно утомилась. Страшно устала, мама. Пульт. И поддевает его. Что произошло, ребята? Они поменялись местами, что мужик теперь убирает, готовит, а она лежит на кровати. Но маме было мало, так как бы поиздеваться. Она решила продолжать. Идешь в мере. Звонит? Укрой меня, пожалуйста, пледом. Укрой меня пледом? Пожалуйста. Ну что ты начинаешь это сам? Укрой, у меня ноги померзли. Но, ребята, мать не останавливается. Для нее это метод для того, чтобы как-то отомстить за столько времени, когда муж ничего не делал, а она делала все. Ой, два дня потерплю. Как потерплю? Ты теперь все время так бежит. Что значит потерплю? Сколько я терпела стихи? Ты будешь терпеть. Я терпела, ты терпи. Я вообще не молчу, Николай. Я не молчу. Даже если желательно было, наверное, промолчать. Даже если надо промолчать, я не молчу. Ты же хорош, ты и справишься. А как только труднейше, уже не справляюсь. Приходится с ним спорить, уговаривать. Естественно, если я надоедаю, он тогда вообще злится. Я же тебе сказал, что я делать не буду, значит, не цепляйся. А я цепляюсь, например. Хочу, чтобы сделала. Ну, ты все. А мать никак угомониться не может. Она как вошла в роль, она даже не понимает, что она вообще отталкивает от себя мужа и что у него желание вообще помогать, убирать, вообще отпадает. Я не люблю, когда одну вещь 10 раз мне говорят. Я сказал, что так, значит, все. Это не такой работа, например, что, понимаете, там, что горит срочно, его надо исполнять и не надо его откладать. Понимаете, это просто совсем другое. А так это просто шутка, издевательство, я так понимаю. Но она не сильно такая, что тебе это... Сильно, сильно. Не строй мне глазки, я уже им не верю. Бери витрою. Я не верю твоим глазам, видимо. Господи. Миш, не выделывайся. Выделывай же ты. Стоп, а ты стирку-то вывесил, что ты утром заложил. Стирку повесил, которую ты... Снег на улице. Стирал. Чи ты думаешь, заложил и оставил, пока не завонялось? На, пей. Стирку заложил, не доставил. Девять... Сушка будет. Девять часов. Она уже постиралась. Она будет такая вся. Вот такая. Ей надо вытаскивать. Иди вытаскивай. Прошел, ребята, только час. Но папаша уже как бы устал от своей жены. Она реально что-то так перегибает палку, что капец. По нему видно, что он как бы, ну, флегматик. Он не такой прям холерик взрывной. Он вообще такой, знаете, как ходит так простенько, ничего не говорит. А вот мать, ребята, жжет по полной. Дружку ж требует постирать, Миша. Все равно. Все. Отказываешься, да? Мне спина болит. Сегодня я не могу. Я постираю. Когда? Легче будет. Обещаю. Когда постираешь? До 8 марта. До 8 марта. Все. Не только это. Все. До 8 марта все будет блестеть. Ну да. Деван занят. 8 марта. Как они так живут? Это хорошо. То есть, был первый муж, с которым она развелась. Вот второй муж. Так она с ним тоже нормально не живет. То есть, что тоже будут разводиться. То есть, они не умеют, как бы, даже общаться. Где у них нормальная семья? Влекай меня, потому что я не могу заснуть. Я не могу заснуть, не извлекай меня. Только на нервы папа тебе может действовать. Чем я ему действую? Вот ты почувствуй от меня какие-то панели. Да. Какие? Ты его унижаешь. Чем его унижаешь? Ты его унижаешь. Смеешься из него, заставляешь. Нет, чтобы нормально сказать. Вы же поменялись, рулям там всякое. Я так и казала? Угу. Я сто раз ему так и казала. Конечно. Пожалуйста. Даже ребенок понял, что мама заигралась, что так нельзя себя вести. Но мать, ребята, успокоиться не может. Миша, ну все равно же требует стирать. Что, полаемся? Пойди набери воды. Иди стирай, потому что будем ругаться. Это что, трудно? Я больше тебя обговорю, чем ты. Я планировала ковер постирать. Вот за этот ковер мы опять же полаялись. Мы ругались за ковра. Скандалы, слово за слово. Вроде бы уже успокоилась, потом снова за такой ковер. Сказать, ну коверная причина для скандала. А все у нас такие причины. Так на самом деле она сама эти скандалы поднимает на ровном месте. То есть решила за один день, причем мужа напрягать, унижать. Заигралась баба по самой не хочу. И говорит, а почему так происходит? Миша, я от тебя сегодня не отстану. Я тебе серьезно. В шоке. Я от тебя не отстану. Пока ты не помыешь ковер. Мужик реально в шоке. Он, наверное, такую жену никогда в жизни не видел. Он не знает, как он бедники сдерживаются. Но посмотрим, что будет дальше. Я только не люблю. Я люблю, когда оно, например, да, согласность. Ты заслуживаешь, что можно сказать, что такое так. Просто так говорить. Просто так говорить не люблю такое. Немножко раздражает. Это просто уже бездевательства было. В последнем моменте я не люблю такие-то саны. Я делаю все нормально. А так издеваться я не позволю. Пока я нормально просила, сейчас ты меня уже обидел. Ты меня обидел? И оскорбил. Оскорбил? Где? Ты не хозяйка. Ты подобие хозяйки. Тебе грязный коверк, а ты его не хочешь стирать. Оно не грязное. Но как только ребенок встал еще на сторону отца, мать вообще взбесилась. Думает, ах, вот так вот. Поверил за ягод. Горбатого могила справиться. Ты не хороший человек. Ты меня обзывает. Я не понял. За что ты меня обзывает? Папа понял, что нужно с хаты валить, потому что ничем это хорошим не закончится. Он берет ребенка, и они отправляются на футбол. Одевайся, Арсень. Яхты вы с ним пойдете. А я кажу нет. И тут мама говорит, я сказала нет. И ребята, наверное, чуть ли не впервые в жизни, они решили маму не слушать. И это еще больше. Маму разозлило. Как так? Мать, глава семьи. Всегда что сказала, то и будет. А тут мальчики не слушаются. Это не я должна делать. Это не я должна делать, а должен был делать ты. Понял? Да, умеем общаться. Ты сейчас привык? Просто привык, чтобы тебе тут годили, подчинялись и уважали тебе. Это ты привык. Сволочи, я тебя терпеть не могу, гадо. Ты не рыв. Я уже не могу не рыв. Капец. Ну, Миша, как, учитывая то, что они ехали на тренировку, он был очень психованным. Миша был психованным. Вы только что ребята видели, да? Миша был психованным. Какой папа был психованным? Нет, мама была спокойной. Вы что, она отлично общалась, причем очень адекватно. А вот муж был очень психованным. Думала, что он как бы везет его на футбол, значит, и должен все ему там приготовить, что надо. В общем, очень нервный. Опять в скандале. Нервный. И что, я осталась? Приятно, что я иду с папкой на тренировок. Я думаю, что у меня получится заниматься футболом. В умное истремление. Давай, сейчас мы попробуем маленький нормативчик. Хорошо? Давай, сколько раз? Во, вот. Ого. Хорошо, молодец. Давай, сейчас рывочек. Давай. Оп. Парень молодец, на самом деле. Давай, тебе точно надо футболом заниматься. Не спеши. Тереша, не спеши. Дай пас. Главой. И смотри, куда ты бьешь. Хорошо, отбияйся. Че ты падаешь? Что папа его не поддерживает сейчас. Арсен, ставишь передачу, глаза поднимай. Хорошо, Арсен, давай, обыгруй. Думай. На удар. На удар. Хотя, ребята, потом папа начал его все-таки поддерживать. И мальчику-то очень понравилось, когда папа его поддерживает. Молодец. Молодец. Он обрадовался. Мне тоже так... Мне все стало приятно. Особенно, когда он вас забыл, тоже мне обрадовался. Он вообще-то у меня шустрый. Ну, может, какой-то роль, маленький ролл и я играл. Дай бог, я надеюсь, чтобы оно развод пойдет к его пользу. Свою жизнь я буду поддерживать его. В общем-то, папа решил все-таки больше уделять времени сыну, потому что пол, что мало уделял. И в первые жизни он начинает смотреть за уроками сына. А, кажется, что ты... Какие уроки у тебя есть вообще? Ты что, две недели в школу не ходил, что ли? Че? Че? А шо это такие? Ничего не писал здесь. Вот давай, шо, ходил в школу. Вот ты тут приезжаешь в школу, ходил. Но, ребята, заведенной маме такое сближение. Папа и сына не нравится. И мать начинает дальше муштровать. Ого, ты, ты, Лиза. Хозяйка. Хэль, я Лизу в Йогу. Ты шо, ты понимаешь? Ну, Наташа, что ты хочешь, Наташа? Я хочу глянуть Зоши, ты чевси в Йогу чинь. Я хочу, кстати, его тетради. Зай сюда, Зоши. Зай, Саня, иди сюда. Что натворит? То есть, папа, как глава семьи, он начал заниматься ребенком. Она пытается вставить ребятам своих 5 копеек. Вот я хочу то посмотреть. Вот, понимаете, вот ей надо вот сейчас, чтобы показать, что она главнее. Ну, так вообще дела не будет никакого. Ты че собей? Иди сюда, дай сюда. Тебя оно не касается, Наташа. Я тебя с вами не видел вообще. Все берешь, рубль, все. Что натворит? Если не плач делать, я тебе скажу. Понял? А, на следующий год уже вы должны платить за книжки. Ну, зачем платить? Ты что, в школу собирается тоже два следующего детей? Ну, папку. Ну, серьезно, я тебя спрашиваю. Ну, да. А зачем? А зачем? Я до детства класса в школу сейчас ходить буду учиться. А зачем? Чтобы учиться. А ты ж не учишься. Ну, правильно ты сказал, чтобы учиться. А ты ж не учишься. Если головой не можешь думать, думай ногами, руками. Ну, мама подумала, ага, пока вот папка занимается воспитанием, я сейчас, наверное, сделаю другое. Я сейчас их все-таки смогу поругать, чтобы они поссорились. Он не помогал ему делать уроки. О, он не помогал делать уроки. Начинается. А он пытался показать, что он там что-то, а оказалось, там он еще Денника в глаза не видел. Ник, он не видел. И главное не на Арсена, а на меня зло загоняешь. Думаешь, он должен быть только хороший. И вдруг вскрывается что-то, он тогда этого терпеть не может. А тут надо тебе сейчас срочно очки от солнца одеть, потому что сейчас заслепит тебе. Очки от солнца одеть. О, он не лезет. Ты не заплывайся. Дивись, дивись, дивись. Не надо мне это самое. Я пришла чашечки убрать. Давай, убирай. Не лезет. На дурочку не просит. Не забирайте. Что ты пришел? Я пришел, дивица, что ты пришел сюда. Согласен. Смотрите. Ты меня постоянно обманываешь. Постоянно варешь меня. Каждый день. Вот каждый день. То есть, образно, что мать делает? Ну, вы понимаете, что все-таки проблема зол на самом деле все в маме находится. Мать вставляет своих 5 копеек везде, где надо, где не надо, по пустякам все равно. Ей главное, ага. То есть, если у меня не получается, значит, буду ссорить. Буду просто дурдом. Ты почетник, ты понечетник. Друг другу брешете. Давай я поможу, скажи. Давай я поможу. Я не отстану, еще раз говорю. Я не отстану. Я не отстану. Ты проводишь всех нас. Хочешь 5 минут, любой ненормальный ребенок придет с тобой. Все. В общем-то, мама придиралась до конца вечера. Папа и сына думали, что с утра проснутся, будут воспитывать собачку, потому что они ее обижали, били. Но, ребята, с самого утра начинаются скандалы. Жена начала мыть ковер и понеслось. Что, ребят, происходит дальше? Мама пытается показать, что домашняя обязанность, это трындец, как все тяжело. Хотя этот ковер сама она постелила. Можно было и не стелить. Но, ребята, сейчас начинается у нас показуха. Я ему показала, как это трудно, как это делается. По маленькому квадратику я чистю тот ковер. А можно было этого не делать. Гори он пропадом, тот ковер. Ну, так убери ковер, если не нравится. Вот это правда, я не знаю. Сама захотела положить ковер. Мужик сказала, не надо. На самом деле, на кухне, да, то есть ковер не сказал бы, что это то место, где, наверное, ковер в последнюю очередь нужен. Там всегда еда, что-то упадет на пол. Там лучше всего иметь какую-то кафель или еще что-то, что легко моется. Потому что это кухня. Там получить пятно вообще вот так вот, по щелчку. Какой ковер? Пятно с ковра потом убрать тяжело. Я абсолютно согласен. Может быть, паркет, доску, плитку. Но не ковер, потому что ты понимала, если ты ложишь ковер, ты будешь его убирать. И скандала потом бы не было. Хай бы он грязный и стоял. Або чистый ковер и скандал. Не хочешь помочь мне? Не хочешь мне помочь? Миша! А! А если бы мне лучше было бы, Наташа, дофигня? Неси щетку и покажи мне, как это делается. Не делается, а просто волнует. Как это делается щеткой? Питрожопый постоянно. Стоишь и наблюдаешь и указываешь. Мальчик, на самом деле, ждет папу для того, чтобы идти и заниматься собакой. Но мать настолько заела, что просто дурдом. Пытается показать, что вот какая бедная несчастная, ты мне ничего не помогаешь. И опять мать несет. Зумные какие. Вот этики твои работы. Стоять, пить, скажешь. Я-то надо сделать. А ты возьми, сделай. А что ребенок видит? Я же ничего нигде сказал. Ага, так ты у нас царь, я забыла. Ребенок повел, что, в общем-то, он папу не дождется, потому что они с мамкой там разбираются. И он начал все-таки заниматься воспитанием сам собаки. Ага, ты умеешь. Зайчик да солнышко. А ты лучше не называй меня так, ты лучше поможи мне что-нибудь. Кольосенький який ты. Ничего, ты думаешь, я тебе еще заберусь, а что? Ты меня попросишь тоже. Ты меня что попросишь. Хорошо. Ну, ты все. Иди к сыну, папка. Простите, у меня просто нет слов. Собака бедная, малого так дергаешь, что просто трынется. Не по размеру немного. Окей, смотрим дальше. Это малые ребята воспитывают собаку. Дрессируют точнее. Ну, собака играется на самом деле, это игра. Ну, он ухаживает за Несмитей. То есть, уже сделали, чтобы тепленько было. Стена. Молодец. А собачка играется. Не воспитана, но играется. Ну, как мы понимаем, что силы как бы неравны. Собака и маленький ребенок. И он решил попросить все-таки папу помочь. Ну, папа решил все-таки помочь сыну, потому что видишь, что собака его не слушается. Как бы они с ребенком, собак и ребенок не находят общего языка. И папа решил проконсультироваться с кинологом. Тем человеком, который занимается как бы с животными. Пускайте его за пределы дома, потому что будет малейший раздражитель, и Арсен полетит за этой собакой. Для собаки обязательно купить строгий ошейник. Да, строгач. Да, это правда. Строгий ошейник. Это с шипами внутрь. Если они поможут, собака, когда она сидит на цепи, она взлобляет. Ну, понятно. То есть, ну, ее специализация сводится к нулю. Вольер должен быть, чтобы ветер не задувал сзади и по бокам. Должны быть обязательно доски, должно быть закрыто, чтобы не дуло. А, нет, я понял. Вот так оно будет. Делайте вольер для собаки. Хорошо. Ну, эту неделю постараемся сделать. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Но маме, ребята, не нравится, что мальчик советуется только с папой. Как так? Вы что? Как-то маму ни во что не ставят. Да, однозначно на стороне Арсена. Угу. Однозначно. В любых ситуациях. Арсена? Что-то получилось. Арсен уверен, что я не права. Окей, ребята, наступает следующий день, вступает правило, где наши родители должны отправиться на танцы. Потому что у них, как бы, любви чёт вообще не замечается. Здравствуйте. Здравствуйте. Телеведущая акторка Лилия Ребрек и хореографа Андрия Дыкова. Телеведущая и хореограф. Пара познаём малыша на проекте «Танцы с жирками». И в же четыре рока будет хорошая танцовщица и, как бы, круто танцуют, и они будут заниматься с родителями. Наталья. Очень приятно. Лиля. Мушах. Очень приятно. Мушах. А когда вы последний раз танцевали? Туше давно. Ну, вот всё-таки вспомнить, когда это было. Мой маникола. Чего, Муша, тянцова. Мы сегодня будем говорить о танго. Шикарный танец, в котором трасть, эмоции. То есть это танец там, где мужик... У них эмоций много. Мачо. Страсти не особо, а эмоций много. Вот, которая должна разжечь внутри мужчине здесь костёр. Должна разжечь. Вот я говорю, не всегда мужчина должен делать первый шаг. Женщина должна подвести к тому, чтобы мужчина сделал первый шаг. Вы, зараз мать, это роботы так, чтобы Миша тоже захотел за вами станцировать. Говорились. Давайте сейчас мы включим с вами. Сделай так, чтобы Миша тоже затанцевал с вами. И попробуем всё это в ритме танго. Ну, видно, что хотя бы она по росту хоть подходит партнёру. А это, конечно, смотрится очень смешно, но они пытаются. Окей. Тут, ребята, как бы действие не в том, чтобы это было красиво, а для того, чтобы они всё-таки нашли опять какую-то романтику между собой. Что-то вот у них как бы забурлило внутри. Немножко реакция. Ну, на самом деле, ни папа, ни мама не хотят делать первые шаги, поэтому у них особо ничего не получается. Будет запрыгивать вот сюда. Раз, два, три, четыре. И теперь смотри. О, господи. Пять, шесть, семь. А теперь вот вы выкрутите. Ещё раз прыжочек. И раз. И дальше вот то, что вы делали, конечно, здесь можно и... Миша, Миша, тримай, ты всё всё добре. Миша, держись. Ну. Потому что Миша такой флегматик, если честно, смотрю. Да, мама, конечно, тут вообще орёт, взрывается и тому подобное. Но вот мужик какой-то реально... Тяжело мне представляется вообще хозяин такой в семье. Да. Ой, ясно. Всё, дай я дохну песню. Я уже не могу. Миша. Он только ноет. И кому на красу у него шулянет? Она так отендит, но... О, о. Стою малой. Ну, так что, проведенный садовой. Смилый Миша. Сколько вы разом уже? Двенадцать лет. Сколько вы вместе? Двенадцать лет. Вы как-то органично выглядите. Вот есть пары, которые, ну, даже, скажем, и танцевать могут лучше. Но в них нет какой-то органики. Тут ребята сто пудов соврали. Заходили просто поддержать. Окей, за поддержку, скажем, плюс, за враньё минус. Надо её развивать. Поискать. Для того, чтобы огонь горел, туда нужно что? Подбрасывать дровишки, да? Постоянно. Если это так всё понакатанно и много лет... Ну, становится скучно. Ну, правда. А ведь столько ещё грани, я уверена, неоткрытых, неизведанных. Поэтому... А давайте соберём это всё вместе. Получится? Да? Приготовлю ещё раз. Раз, два, три, четыре. Ну, пошли. Раз, два, три. Как бы пытаются. Ну, что-то есть. Чуть-чуть. Ну, ребят, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть пара расслабляется, меньше ругаются и что-то у них начинает получаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И раз, повёл её за собой. Из кухни в спальню. Так. И поддержка счастья! Миша, вы висите поцелуй, Наташа. Вы пропустили поцелуйщик. В щёчку. Я могу сказать, что вы спокойно можете танцевать. Всё в ваших руках, всё в ваших ногах, в ваших телах, в ваших глазах. Вот просто смотрите почаще друг другу в глазки. Мне кажется, это самый правильный путь к решению любых проблем. В тот момент стали, как дети, господи. Наверное, моя жена была и есть, и как маиста Стасова. Целый танец мы... Целый танец мы... Забыл, и что мы можем даже ссорить, если вдруг настроения не будет, то станем... Если настроения не будет, то будем танцевать. Скажем? Обязательно. Мы ещё лучше танцуем. Они не безнадёжны. Мне кажется, что проблема, что они мало общаются. Даже дома. Я так понимаю, что всё висит на Наташе, что она тянет всё. Она от этого не чувствует себя женщиной. Есть такое, да, немного бы есть. Это чувствуется, потому что видно, что муж, как бы такой, он флегматик. Как бы больше пашет жена. Он в ней, соответственно, не видит её, потому что она себя не чувствует таковой. А он, видимо, и не ценит того, что она это всё несёт. Потому что стоит женщину иногда просто похвалить и сказать, «Ой, спасибо тебе, родная». Проходя мимо, ну вот просто заметить её. Вот просто заметить то, что она делает. Всё равно они производят ощущение добрых людей. Очень. Вот правда, я же позитивный. Они добрые. Они позитивные. Они просто вот загрузли вот в этом быту в каком-то. Вот у меня такое ощущение. И перестали замечать друг дружку. Перестали смотреть в глаза друг другу. Правильно? Это и банально, это, наверное… Но на этом всё держится. Да, вот на этом всё держится. Вот на таких простых каких-то банальных вещах. Мне так кажется. И мне тоже. Ну что, ребят, тому же жену возвращаются домой. Они уже не ругаются и решили всё-таки сыну показать, что они делали. Ну, я на углу. Раз. Я себе перебегаю. Раз. Раз. Ребёнку приятно рассмотреть, когда родители счастливы, не ругаются. Ну, папа понял, для того, чтобы всё-таки наладить отношения в семье, что нужно меняться самому. И что он мог делать? Вот экран. Так? Не смотря на то, что вот такие кран… Будет ремонтировать кран. Так сейчас тут же… Тут только я одна знаю, как им пользоваться. Да, будет ремонтировать кран. Я это не считаю поступком. Ну, это просто приятные ощущения, или как-то можно сказать, например, для семьи. Я не люблю, когда меня, например, упрекают и заставляют, что я должен делать решение. Я, если хочу, я всегда сказал ему, мне не надо ничего. Если я хочу, я делаю. Если я не хочу, я не делаю. Нет, тут как бы не то, что должен. Тут главное правильно попросить, правильно общаться, и всё будет получаться. Конечно, никто не должен заставлять, пошёл и сделал. Ну, правильная просьба, да, и будет всё круто. Надо другой подход, другой отношения. Но сейчас папа хочет доказать, что всё можно починить, было бы только желание. Романтические сюрпризы я лично не делал. Вообще нет. Самое главное, чтобы в семье была нормальная атмосфера. Вот это будет романтика, и что хочешь. Дома друг друга ждут, уважают, любят. Значит, это и романтика, и жизнь. А то остальное всё так это... У меня, когда говорится, это просто слова. Так, коварить можно красиво всегда. Работает? Всё, сухо, слава Богу. Прошло, ребята, время, мама с сыном вернулись домой, и они сразу же заметили приятные изменения. Готово. Ара, рыбу готовлю. Чёрт, побери. Но такое чувство, что всё-таки мама не готова к изменениям своего мужа. А, сын, ой! Ой! Это что? Жена заметила, что муж всё-таки поменял экран, и она чуть-чуть как бы не привыкла, что муж что-то пахать и делает, поэтому не знает, как вообще реагировать на это всё. А что там? Что там? Курвалол мне срочно. А что там? Барбовал. А что там? Арсель. Что там? Только не лягайся. Что? Не пугайся. Что? Шместитель новый. Ё-моё! Я же перепугался. Да я сама перепугалась, Арсель. Миша, ты же предупреждаешь столько неожиданностей. Ты хочешь, чтобы я вообще всё здание потеряла? Так а что-то вдруг осталось? Что-то вдруг приятно сделать. О, Господи, ну зачем она это несёт? Зачем батюшка? Ну сказать просто, блин, очень приятно. Видно, что ты пытаешься меняться. Вот я реально оценила. Ну, это неправильная фраза. Это мой батюшка поворожил. Никто не ворожил. Мужик решил сделать приятно. Что мать несёт? Ну нельзя так говорить. Ну, верно, мать его. Перемать. Вы согласен, у него руки опустились. Ты мне это сделал, я? Я делил нам. Спасибо. Не могу пройти в себя. Иди холодной воды пей. Ну, спасибо, Миша. Сама, как бы, вот вы только что, ребята, прекрасно это всё видели. Сама только что устроила мини-такой конфликт и ссору. Зачем? Мужик старался, нет? Чтоб поддержать, она какого-то начала дурочку косить. И там потом сказать, блин, вот реально ты молодец, умничка. Она, ой, так что кто-то поворожил, да. У меня такой шок взял, что, наверное, другие женщины вот такой сумасшедший подарок, там, кольца ради, так, наверное, я каотокрано. Ну, в общем-то, папа решил не устраивать дальше конфликты. Он чуть-чуть, как бы, остыл. И, ребята, они сейчас будут ужинать вместе. Не знаю, как часто, но сейчас это произойдёт. Всё, уже готово. Давайте. Наташа! О, это я и ждала. Наташа. Ну, я думаю, ты не просто так приготовиться всё, да? Не просто так. А что? Я предложил выпить. Давай, чтобы не ссорились. Давай тогда я тебе скажу, Миша. Наверное, давай, это будет началом. Всё хорошо. Добро, хорошо. Будем стараться. Давай. Всё хорошо. Наступает новый день, и муж решил помочь почистить ковёр. Только ты весь берёшь квадратный условно берёшь. Ну, а что, его вот так делаешь, потом, да? Сильно не делай так. Почему же ты пошёл? Ну, да. Но самое обидное то, что жена всё-таки не ценит старания мужа, и она контролирует каждый его шаг. Вместо того, чтобы всё-таки похвалить, сказать спасибо мужу, что он ей помогает, она снова его критикует. Ну, нельзя же так. А так бы ты знал, ой, не разливай шай, вам не разливай ковер, не рассыпай сахар, потому что трудно мить. И ребята с каждой минуты встаёт понятно, что мамка успокаиваться не собирается. Какой месяц? Так же. Просто. Просто. Совершенно бессовестность. Она, ребята, начинает его унижать, снова оскорблять и тому подобное. И мужик понимает, нахрена я решил ей вообще помогать. И он срывается. Муж думал, что всё-таки жена за два дня хоть немножко изменилась по отношению к нему, а оказалось, ребята, что всё не так, ему это надоедает, и он уходит. Подожди секунду, ты не роби так. Ты вот так не роби. Ты так не делай. Ну, ты же не прав, ну ты же не прав. Ты же не прав. Офигеть. Она, например, говорит вот то, 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 я только говорю, что нет, я так не хочу. Я отхожу. Отхожу, я молчу, ухожу, ничего не говорю. Не, ну видно, что он вообще молчит. Он вообще не скандальный чувак. Вы хоть раз видели, что он крикнул? Жена орёт, как больная. Он вообще, ребята, какой-то флегматик. Ну, есть такой вот характер людей флегматики. Вот такие, знаете, пофигисты. Реально, какие-то такие вот люди. И вот просто чудеса у них в семье происходят. Дома, лескомната, просто и всё. Ну, выхожу, сяду в машину, поеду куда-то, не знаю куда. Вот момент, чтобы не ссориться. В этом плане. Конфликт не... Чтобы он не развивался. То есть он считает, что лучше уходить от конфликта. То есть он не знает, что конфликты нужно всё-таки решать. Их нужно проговаривать и тому подобное. Он считает, что если от него уйти, он исчезнет сам собой. Заблуждение. Зашёлся немножко. Она, я и всё. Я не хочу обдаши. Строгать эту тему, потому что оно конфликтно. Факты на лицо. Как я могу теперь поверить, что он ради тебя на всё согласен, Арсен? Это я на всё согласна, понимаешь? Ребёнок никак не может понять, где делся папа и начинает всё-таки его искать. Куда ты собрался? Ты куда собрался? Куда ты собрался, Арсен? Не отстань. Ты куда, я спрашиваю, собрался? Ну не льди! Не, подожди. Ты же не едешь никуда. Ты думаешь, ну перемантуй меня тими запахами. Ты не поедешь, Арсен, не ты едешь, а бабка. Но Наталья всё стерпить не может. Злість на мушега вона зривает на ни в чём не винуватому сыну. Говорится о том, что мама всю злость свою срывает на сыне, хотя ребёнок хочет побыть с папой. И было задание, чтобы ребёнок проводил больше времени с папой, меньше с мамой, потому что мама себя вести не умеет. И вот такое сейчас происходит. Ты точно схлопочешь у меня. Сейчас ты точно схлопочешь. Ну что? Нравится? Пытай, нравится или нет? Вот что она делает? Нормально, ты меня не трогаешь. Она его, ребята, задавила, рукой душит. Ну как, не прям до смерти, но душит. И ты меня не трогаешь. Она ещё удивляется, почему он на неё ногой бьёт и тому подобное. Руки поднимает. А потому что она сама так с сыном себя ведёт. Эй, дорогой, такни мне, такни мне. Арсен, мы тебя не трогаем. Капец. Ты что, ненормальный вообще? Пытаю. Всё, ты лезешь. А я нормальный. Я лезь, ты доме. Ты как себя ведёшь? Ты думаешь, будешь мамку купить, чи что? Маша, держи её. Держи. Муша, хочу я відлуння сварки табийки, что случилось у дом. Папа возвращается, потому что услышал. Всё, нет, 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 тебе воли уже такой, я хочу сюда робишь. Нет, нет, тебе, сказал. Упал сам. Дурдом. Мама, сейчас ещё придёт папка, и получишь ты. Да ладно. А вообще я подтягиваю. Ну, Каша, что они делают? Что мы делаем? Я не поняла. Да что он делает? Подивись на его. Ну, сакин. Куда? Ты хочешь подобрать через окно? Нет, не хочу. Ну, накрыгайте их уже. Ох, ребята, семейка. Одевайся, Арсен. Мы с ним пойдём погуляем немножко. Як-то вы с ним пойдёте? Как это вы с ним погуляете? Нормально? То есть реально мамаша чуть-чуть отбито на голову, потому что то, что он творит, просто на голову нормальному человеку не налазит. А я кажу нет. Он должен быть дома сейчас. Чего он должен быть дома, реально? Не, он немножко успокоится, потом придёт. Я надеюсь, что мужик всё-таки понял, что его сыну Арсену, в отличие от него, убегать некуда. Что нужно всё-таки как-то в это вмешиваться и спасать ребёнка. Тому, а вы все малышам заспокоитесь, забирая сына с дому. Я бы не хотел ломать ему психику, и он себя чувствовал нормально. Мужащение было моё, конечно. Каждый свои проблемы решает по-своему. Мне пришлось решать так. Я верю себе. Это моя семья, которой я не дам обиду и буду делать всё, что им защищать. Папа понял, что всё-таки сыну нужна поддержка, и он решил всё-таки как-то активно и весело провести с сыном время, чтобы не нагружать себя негативом. Родители жалуют своего ребёнка, который огорчается. Понятно, жалко. Но это жизнь, оно, как говорится, так бывает. Стараюсь объяснять, что так получилось или получилось. Ну, такая объясняющая, как можешь. Мама, ты вообще! Руку давай. Давай ей! Давай, я отъеду. Но реально что заметно, что за эту неделю папа очень сильно сблизился именно с ребёнком. Чего, конечно, не скажешь с его женой. Я не знаю, как сейчас немножко, чем дальше ещё подумал, что не знаю. Вот это у меня тоже напряжёнка. Вот это, что сейчас у меня дома творит. Сам это всё можно было по-другому делать. Да, тяжёлая такая ситуация тоже в семье. Ну что, ребята, неделя подошла к концу. Сейчас будем подводить итоги. Я не знаю, что будет сейчас происходить, что будут гореть ведущие. Но думаю, что реально будет очень интересно. Наталья Мушек, здравствуйте. 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 Как успехи? Нормально. Нормально. А на самом деле? Не сказал бы. Есть изменения чуть-чуть, есть. Первое правило. Да, есть. Кто в доме хозяин? Как оно прошло? Никак. Ни плохо, ни хорошо. То есть никак? Можно сказать так. А вы как считаете, Наталья? Удалось ли вашему мужу выполнить это правило? Я считаю... Нет. Как думаете, почему? Даже не знаю. Ну, опять на дурочку косит. Давайте разберёмся. Хотите узнать? Да. Вы в какой-то момент стали вести себя по отношению к Мушегу, мягко говоря, не уважить. Он скотский на самом деле. Я не думаю, что я не уважитель. Использовать повелительное наклонение, звонить по телефону, чтобы он вам чай принёс. Это уважительное отношение? Нет. Ну, я повторила то, что он всегда делает обычно. Я просто ему показала и акции. Вы хотите, чтобы он был хорошим мужем и главой семьи? Да, я хочу, но я больше хочу, чтобы Арсен был. Да не хочет он ничего. Так он же не сможет быть хорошим при наличии такого образца для подражания. Может, так. Согласен. То есть вы не хотите, чтобы ваш муж был главой семьи? Я хочу, но я больше. Ну, кто хочет? Она всеми своими действиями показывает, что ты здесь никто, а я здесь главный. Вы, ребята, всё сами видите. Ваш сын не станет нормальным мужиком, если у него не будет достойного примера для подражания. Это понятно? Да, но я же не могу дать ему цей пример. Повернитесь направо. Кто? Кто? Муж. Муж. Отец. Вот, соответственно, он мог бы быть достойным примером для подражания? Для неё нет. Мог бы или нет? Мог бы. Мог бы. Вопрос в том, хотите ли вы? Нет. Да, мне хочется. Хотите. Врёт. Тогда каким образом вы помогали вашему мужу стать мужчиной, главой семьи? Никак. Никак. Вы его оскорбляли и унижали, показывая своему сыну пример, как должен вести себя мужчина, терпеть унижения и оскорбления. Да. Она сказала, что нечего. Постоянно стоишь и наблюдаешь и указываешь. Разумные какие. Вот это только твоя работа. Стоять подсказывать мне, как надо сделать. А ты возьми и сделай. Если вы хотите что-то изменить в жизни своего ребёнка, надо работать. Вам в первую очередь. Вы что там, святая мать? Моя задача Мишу воспитывать, я так понимаю. Опять капушо нанесёт. Моя задача Мишу воспитывать. Она за собой всё-таки следи, а не за другими. Она пытается всех воспитать. В себе она проблем не замечает. Это больше всего бесит. Она не может дотуприть, что проблема в ней. Ваша задача себя воспитать. Вот. А Мушех пускай воспитывает себя. А ваш сын, глядя на всё это, начнёт воспитывать себя. Под вашим чутким руководством и благодаря вашей поддержке. Она думает, что она идеальная. Какая поддержка? Что её воспитывать? Она говорит, а у меня всё окей. Вы что, меня воспитывать? Так я идеальная мать. Это все плохие, а я мать идеальная. Но пока вы ведёте себя по-хамски, почему ваш сын должен вести себя по-другому? Ничего сказать. Это очень странная ситуация, поскольку на этой неделе единственный человек, который всё выполнял и справился хорошо со своими задачами, это ваш сын. А сын? Ладно. А должно-то быть было наоборот. Да. Ну, папа, скажите честно, ну реально старался. Вот вы видели, папа, ну, я бы поставил ему плюсик, потому что папа реально старался. И это было заметно. Вот маме, да, конечно, такой жёсткий минус, причём по всем параметрам. Получается, что он для вас пример для подражания, а не вы для него. Да, Ковин исполнил, благодаря за что? За то, что мы были рядом. Ой, не исполнил, потому что мы такие родители. Можно я вашу корону отполирую, а? Чтобы лучше блестело. Вот смотрите, что вы только что сделали. Вы обесценили вашего сына. Да. И сказали, да не, дело не в нём. Он как был... Нет, я так не сказала. Да как? Просто он без батьки... Он без вас никто. Конечно, конечно, это я понял. Это я услышал. Только это не соответствует действительности. Ребёнок это сделал не благодаря вам, Наталья, а вопреки вам. Потому что то, как вы себя вели на этой неделе, ну... В общем, плохо. Она не понимает. Это он молодец, а не вы. Это он эти правила выполнял. И он стремился это делать. Он правила выполнял, потому что я ему напоминала. Ой, блин, опять она святая. Потому что мать так помогала ему, вот он выполнял. Боже, ребят, давайте ей корону всё-таки ещё одну купим, чтобы она хотя бы на праздники тоже могла другую одевать. Он в шоке. Ведущий в шоке просто. Бо я не напомнила поставить. Так вот входит в мокрых сапогах один раз. Поймёт, что это неудобно. И это неприятно. На ошибках учатся. Вы в 30 лет ему тоже будете напоминать, что нужно сапоги сушить? Наверное. По привычке. Господи. Что нас жжёт? Он в шоке. Я имейший напоминаю. Страшный человек. Согласен. Ведущий, я думаю, пытается сдерживаться, но он просто в шоке от того, что мать ляпает. Мейший напоминаю. Вы, не реализовав себя в жизни, пытаетесь быть полезной. Мужу, сыну. Вот в тех аспектах, в которых не надо быть полезной. Если вы хотите быть полезной мамой, если вы хотите сделать для близких что-то хорошее, пускай они радуются общению с вами. А делать вместо людей то, что они могут сделать сами, это оказывать им медвежью услугу. Согласен. А делаете вы это не для того, чтобы было хорошо вашему сыну или было бы хорошо вашему мужу, а для того, чтобы чувствовать себя сколь-нибудь значимой? По сути, вам и на сына, и на мужа плевать. Да. Как бы это парадоксально сейчас не выглядело. А это выглядит именно так. Да. А вы знаете, что нужно вашему ребенку? Ему нужны ошибки. Ему нужен опыт. Ему нужна способность делать какие-то выводы из неправильных поступков. А вы просто лишаете его такой возможности? Я промолчу. Нет. Говорите. Я недовольна тем, что все знают причины, и никто не посоветует, что сделать. Самое легче сказать, что ты не делаешь так, как надо. Все начинается с себя. Вот я вам прямо сейчас говорю, что конкретно нужно делать. Первое. Перестать считать кого-то другого виновным в ваших проблемах. Второе. Всегда спрашивать себя, а что я лично я сделала для того, чтобы ситуация вот так вот ужасно выглядела, как она выглядит сейчас? И третье. Что лично я, не Мушек, не Арсен, а я могу сделать для того, чтобы что-то изменить? Ну да. Вот начните с этого. Второй совет хотите? Конкретный. Прям рекомендация к действию. Да. Извинитесь перед Мушеком за то, как бы по-хамски себя вели. Миша, я по-хамски вела до ТВ. Сказала извиниться, а не спросить. Блин, этот дурдом. Пробачивай меня за это. Хорошо. Мне не трудно. Так надо, чтобы он же за свои тоже лежит. А что вы делаете? Опять он виноват. Кто угодно виноват? Надо, чтобы он. Сколько можно, Наталья? Всем надо меняться. Ну, я-то такое меня. Нет, не надо меняться всем. Вам надо меняться. Забудьте обо всех. Больше никого нет. Есть только вы. И только от ваших изменений что-то зависит. Мушек. Попробуем. Слышали меня? Есть только вы. И только от ваших изменений что-то зависит. Вот каждый должен думать вот так. Думайте за себя. Давайте пригласим вашего сына и узнаем новое правило. Да, семейка такая. Привет, Арсен. Здрасте. Как неделя прошла? Скажи мне, что-то изменилось? Папка до мамки стала лучше относиться. А мама? Нет. Лучше стало относиться к тебе, либо к отцу? Не знаю. Ну, видите, ваших изменений никто не заметил. Потому что их не было. Готовы услышать новое правило? Да. Да. Правило первое. В одной связке в вашей семье не принято полагаться друг на друга. Правда ведь? Да. И было бы здорово, чтобы вы научились ценить и уважать друг друга. Вот именно поэтому... Я согласен. В рамках этого правила вас ждет интересное и увлекательное путешествие. Правило второе. Рыцарь сердца. Мушек, как вы считаете, может ли Арсен посмотреть на то, как вы относитесь к Наталье, и сказать, вот так вот нужно относиться к женщине? Нет. Нет. Ну, вам надо научиться галантности в отношении с женщиной. Да. Ну и в целом было бы неплохо, если бы вы демонстрировали свое уважительное и обходительное отношение к вашей супруге. Для того, чтобы у Арсена была правильная модель поведения с противоположным полом. Согласен. Согласен со мной? Да, полностью. Так что вот на этой неделе вы будете этому учиться и всему, что с этим связано. Правило третье. Прости меня. Я хочу вам дать эти две камеры. Одну вам. Записать какие-то... Одну вам. Я понял. Записать какие-то признания. Отношения нужно налаживать с покаянием. Проще всего обвинить другого. Сложнее всего понять, а как ты лично спровоцировал происходящую ситуацию. Признаться в том, что ты тоже в этом участвовал. Если бы ты не захотел, этого бы не произошло. Вот я хочу, чтобы вы на эти камеры... И передали друг другу потом. Обращение друг к другу. Я бы хотел, чтобы в этом обращении звучала просьба простить вас за что-то. Чтобы вы начали с себя, с раскаяния в своих плохих поступках. Надеюсь, у вас получится. Это третье и самое сложное правило. Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. Это реально очень интересно, чувствую. А я жду вас через неделю. Очень. Удачи вам. Спасибо. Правила интересные. Очень. Папа с мамой поняли, что сами они наладят отношения, никак не смогут. И решили все-таки обратиться к специалистам за помощью. Итак, ребята, для того, чтобы папа не давал пустых обещаний и начал что-то делать, к нему приходит психолог. У тебя есть женщина, у тебя есть сын. И раз уж вот я здесь, раз уж мы об этом общаемся, то значит есть определенные проблемы. Наташа быстро спихает. Ну, из ничего делает проблему, понимаешь, скандал. Из ничего. А я не люблю, я не скандальный человек. Это заметно. Но бесит. Она всегда чем-то недовольна, я не знаю, скажу так конкретно. Всегда. Пока папа изливает душу одному психологу, мама пришла к другому. Ваш муж вас любит? Думаю, да. Так а в чем проблема? Мы не понимаем друг друга. Когда ваш муж уезжает, наверняка там, где он работает, он чувствует себя в хозяинном положении. Когда он приезжает домой, он попадает в ту ситуацию, когда хозяйка вы. И он чувствует себя лишним. Женщина должна сделать все для того, чтобы ее любимый и любящий ее мужчина, муж, чувствовал себя главным. Он герой. Я без тебя не могла справиться. Какое счастье, наконец-то. Дайте ему возможность почувствовать себя хозяином. Хороший совет. Одна из задач мужчины – это по большому счету действовать. Если тебя что-то не устраивает, то ты что-то делаешь, правильно? Какие действия ты пробовал предпринимать здесь? Что-то попросил, а я сделал. Домашние дела, там, например, посуду, масуду, то-то, то-то, пылесос и то, что такое. Всегда делаешь то, что просишь? Ну, стараюсь. Кстати, есть сахар, может быть? Конечно. Психолог, ребята, необычно. Он захотел показать папе, как его вообще пустые обещания выглядят на примере. Смотри, еще один момент. Ты сказал, что она у тебя просит, и ты делаешь, правда ли? Ну, да. Ну, если дома я делаю, 99% я делаю тоже. Я там слышал, ты говорил о том, что сделаешь вольер для собаки. Ну, да. Сделал? Не сделал. Пока это самое, не могу делать. А почему? Потому что не могу делать сейчас. И у меня есть некоторые сейчас не на работе, я не хочу на 10-10-15 выкинуть сейчас на барьеры. Я знаю, что ты сыну обещал грушу сделать. Он не захотел. Я еще слышал насчет того, что к жене пылесос должен был какой-то мощный, особенный. Так что где пылесос? 8 марта где ты сейчас? Я тоже слышал о том, что ты в Армению сына собирался свозить. Не поехали, не получилось, проблема была в том, что Арсенечка в документации, чтобы сделать. А рыбалка? Я знаю, что рыбалку обещал свозить. Я обещал. Да? Да. Ну, нехот. И говорит о том, что все выполняет. Я не знаю, откуда у психолога эта вся информация. Наверное, кто-то все-таки рассказал. Но ребята просто мужика топят по самое не хочу. Не хочет он, понимаете, не хочет. Он передумал. Сейчас он вот такой его захочет. В общем, тоже не с рыбалки, правильно? Не надо, спасибо. Ты знаешь, вот на самом деле и твои окружающие тоже уже так говорят. Не надо мне спасибо. Не надо мне спасибо твоих сладких обещаний, которых очень много. При этом ни одно из них не выполнено. Давай! Ну, папка кофе попил сладко. Ему кофе, конечно, не понравилось. Но и его родне тоже не нравятся его сладкие обещания. Главная мужская обязанность – это держать слово. Это то, что делает мужчину мужчиной. Согласен. Есть такое. Почти все в большей степени в семье зависит от женщины. Вы должны своими действиями убедить его в том, что он нужен вам и вашему сыну. Когда он дома, вы должны окружить его лаской, теплом, заботой. Лучшим из двоих является тот, который первым идет навстречу. Возьмите на себя инициативу и смелость сделать первый шаг. Начните его приучать к тому, от чего он и вы отвыкли. Смотрите телевизор рядом, вместе пьете чай, я не знаю, кофе с молоком. И вдруг раз, так купите в магазине печенье и скажите, я сама испекла. Он что, проверит? Боже мой, нас все слышат. Ну, вот такие вам уловки. Сделайте это, Наталочка. Вам легче будет жить. Вы войдете в этот мир любви, тепла и ласки, и вам уже сложнее будет выйти из него. Реанимируйте все то, что было. Оно не умерло, оно спит. Будите, но должны это сделать вы. Очень сближает местоимение мы. Наш сын. Мы вместе пойдем. Мы вместе сделаем. У нас получилось. Пока есть это местоимение, женщина должна быть счастлива. Иначе, кто-то вернул в реальность. Кто-то вернул в реальность. Миша. Практически воспринимала всегда его, ну, начи гость дома. Хотя надо, чтобы он был самый главный. Хочется верить в изменения. Мы знаем, что ты слово свое не держишь. Твой сын это видит. Он продукт твоего поведения. Если ты хочешь, чтобы он был честным, будь честным. Если ты хочешь, чтобы он держал слово, держи слово сам. Если ты хочешь, чтобы твой сын как-то себя иначе ввел, начни с себя. Если ты хочешь, чтобы твоя жена меньше ругалась, значит, сделай что-то для этого. За все процессы в окружающих тебя людях отвечаешь тоже ты. И за свою жену, и за своего ребенка. Я хочу, чтобы в моем семье было хорошо. И чтобы им было хорошо, удобно, уютно. Потому что для меня сын не святое. Но хочется надеяться, что пара после разговоров с психологами поменяла свое мышление и поведение. Наступает, ребята, следующий день, и наша мама с сыном едет в Каменец-Подольский для того, чтобы выполнять новое правило. Наша семейка гуляла-гуляла, ребята, и пришли на арену. Почтеннейшая публика, благородные рыцари, мы начинаем турнир в честь прекрасной дамы. Дамы получат право назвать королеву любви и красоты и получить приз турнира из ее рук. Куда ты побег? Там рыцарские бои, и пошли под древо. Там рыцарские бои, пошли посмотрим. Ну, сто подонара, папа будет. Это папка, побачь, он же любит эти рыцаря все. Это если папка бы увидел, он рыцаря любит. Он точно, наверное, это в щите он может быть. И в шлеме. Такие вот показные бои, как было раньше. О-о-о, ничего себе. Папка, как бы, побачу. Папка, если бы, говорит, увидел бы. Красный рыцарь! Зеленый рыцарь! На первых минутах показалось маме, что один из бесстрашных рыцарей, это как раз есть ее муж. Папка. Папка? Где? И где? Где, мама? Ну, это кто перед этим? Он же не стоял с ним рядом перед этим. Его не было. В зеленом? Ну, все зеленый. Ты что? А? Нет, конечно. Это не папка, не-не-не. Хотя через некоторое время, когда мама увидела, что этот все-таки человек очень хорошо владеет мечом, мама подумала, что, скорее всего, точно это не он. Остановитесь! Вы прознаете свое поражение, красный рыцарь? Да. Если среди рыцарей кто-то, кто хочет сбросить вызов зеленому рыцарю, в таком случае я, данный мне правом и честью, определяю зеленого рыцаря победителем турнира. Сударь, желаете ли вы избрать прекрасную даму королевы любви и красоты среди присутствующих здесь дам? Да. Назовите ее, пожалуйста, и укажите. Вот. Мама в шоке. Она все-таки, наверное, не догадывается. Чтобы выйти и торжественно вручить нашему победителю этот приз. Она догадывается уже, скорее всего, ну как так? Хотя им по ее глазам незаметно. Аплодисменты публике! Я все поняла! А теперь поняла. Разворачивайтесь. Я все поняла! Рыцарь, преклоните колено! Я поняла! Я поняла! Я прошу вас снять шлем! Сын в шоке! Мама с сыном даже не догадываются, что папа так владел мечом не просто так, он очень много тренировался. Сначала. Щит! Ничьи! Держи щит! Ты! Я! Пошел! И! Оп! ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА И КОРОЛЬНОВАЛЬНЫЕ ИГРАЗУЦЫ! Я ж ты вручаю! Я поняла! Люблю приятные моменты. Потому что в этом проекте очень много бывает грусти, но приятные моменты всегда очень приятные. Ой, ничего себе! На такой, конечно, поворот никто не ждал. Ни мама, ни ребенок, но они все довольны. Мене ж ноги не несут. Ну, ты даешь! А я сразу поняла! Вот ты его лупил за все, с ним не понимаешь. Ты самый лучший бился даже. Ты самый лучший бился? Это не со мной говорит. Ну, довольный, ну, это сказать очень мало. Ну, не знаю даже, чем он больше был довольный с собой, или тем, что я такая довольна. Не знаю, чем довольна. А в моей жизни, чтобы показать, что я ее люблю, уважаю и ценю. В общем-то, понемногу наша семья налаживает отношения, и следующее испытание – это пройти троем в лабиринте длиной 2 километра в одной связке. Вам зараз треба вырежать, кто в связи будет идти первым, другим, а так уж третий. Вам нужно решить, кто будет идти первым, вторым или третьим. Прекрасно. Папа первый? И последний. Мама удивилась, что все-таки папа взял на себя роль лидера. И молодец. Разумейте один одного. Понимайте друг друга. Допомогайте. Помогайте. В разе чего. И все получится. Спасибо. Ну что, ребята, семейка пошла, и будем смотреть, как они будут выбираться. Пещеры. Камень для проверки талии. Талии? Сюда идем. Сюда. Сюда аккуратно. Аккуратно. Бо я еле-еле пролазишь. Аккуратно. У папы талия проверка. Я точно сюда не пролежу. Толкни мне. Давай так. Смотри, как мы легкие. Идем. Марсин, куда ты посмотришь? Я первый. Давай. Вот указатель. Видишь? Указатель. Хорошо, что ты веришь стрелкам, а я ничего не верю. Хорошо, что ты стрелкам веришь, а я не верю. Я не могу понять, чего ты так веришь стрелкам. Чего ты так веришь стрелкам? Ну потому что так специально нарисовали, чтобы люди не заблудились. Что тут не ясно? Вы согласны, ребят? Что стрелки были нарисованы для того, чтобы не теряться? Мама считает, что стрелки нарисованы просто так. Ну, бредовая мысль. Выбесила мамка. Она начала паниковать. Вы шо, вы шо, вы шо, дивица, дивица. Смотрите, 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 запоминайте. Вам же все требует назад вертаться. Нам еще нужно назад возвращаться. Фигня. Я иду своей интуицией, своими мыслями, и все. Я всю жизнь так иду, и все. Пошли нас вперед. Опять мама начинает. На самом деле сказали, что мужик будет главным. Она согласилась. И тут начинает мама снова командовать. Не дает ему стать мужиком. Ну, зачем так делать? Короче, была и никто, и осталось никто. Была и никто, и осталось никто. Подвое, и отцепим, хайди сама, раз она такая разумная. Походил сама, шукает часы. Тут часы и закончили. Сама, как я все ищу. Я вас сейчас оставлю. Нет, нет. Нельзя в одни связь. Можно, можно. Я дорогу посмотрю, вас позову, чтобы... Да, конечно, я такого общины хочу. Моя коновая жизнь, что так же сам. Смозор все равно, бог, и нацепляется. Вот такие же часы, по-моему, было. Такая жизнь у нас. Ты сказали довериться, и все, иди за день. Так не спешите, а вас, если бы я сейчас так и поганый прошел. Ты можешь успокоить, мама. Такого ничего не прошу. Ребенок говорит, успокойся. Все, успокойся. Если бы слышала мамку, уже, наверное, в гробах бы были. Если бы слышали маму, уже в гробах были. Ах, малую несет. А ты не подлизусь до мамки, понял? Не подлизусь до мамки. Имей свое мнение, хоть колись. Папа, иди, давай. Идите со мной. Да иди, ты на что ты стала? Иди, что ты стоишь. Ты идете куда-куда я иду, все. Давай, давай, сейчас ты будешь, знаешь, где. Все, выйдешь в горе. Ты не можешь мне верить, Ильцю. Ильцю, хочешь меня вывести себя. Ты видишь, как нас ведет папа? Ты все папку выведешь. Ты только муляешь. Арсен, не твое дело. Мама под ноги левит. Я выдаю так, как я. А что ты мной командируешь? Давай, идите. Идите, сейчас направо. Арсен хуже даже делал. Вот так всегда он вместе с нами. Арсен хуже делал? Ребенок молодец защищал папу, потому что реально мама опять ставила себе 5 копеек. Ты идешь не туда, то не так, все и не то. Мужик главный, он ведет, иди просто молча, и все. Из-за него и дома так же скандали получаются. Так же и пещеры получились из-за него. Арсен меня пытается все время ставить на какое-то там свое место, как он это понимает. Ты можешь быстрее шить. Я не могу, я попросила, я попросила. Ты можешь быстрее шить. Арсен, что таки? Я же сказала, ты можешь быстрее шить. Я попросила, по-человечеству. Нормально идет она. С самого начала, что я прошу, чтобы не спешили. Пап, попроси ее, чтобы она выключила фонарь. Нет, она будет двуметься по одной ноге, Арсен, и ты не командуй. Понял? Твого же света хватает. Что ты меня не трогаешь? А что ты меня не трогаешь? А что ты меня не трогаешь? Я тебе не трогаю, я просто тебе объясняю. Слушай. Не лезь, ты думаешь. Не лезь, ты думаешь? Слушай, не психуйся, мне внимательно. Не психуйся. А ну, успокойся. Соберись, соберись. Все, соберись. Ты шлый. Идем, идем. Но тут заметно, ребята, одно, что папа становится не на сторону сына, а пытается защитить жену. И это на самом деле большой плюс для папы. То есть он показывает, что нельзя так с мамой обращаться, что мы спокойно дойдем и все будет окей. Миша, я хочу, чтобы мною командовал ты. Ты меня веришь, Арчи? За мной здесь все. Тебе да. Тебе да. Куда ведешь, туда иду. Аккуратно здесь. Идем, идем. Глядьте, туда или сюда. Вставай сюда, посмотрим, Балис. На коленах, мам, тут пролез. Вот тут слишком, мам. На коленах иди. Аккуратно под ноги смотри. Но съемочной группы у них нет, как вы понимаете, да? У них это все, что мы видим, это съемка с гоу-прошек на голове. Я, Арсен, не психовала, там и не злись на меня. Но только где-то камень, он сразу раз, мам, давай, дивись, потому что тут слишком предупреждал, мне руку подает. За мной. Мам, смотри, я струже, тут скользко. Притуржи, дай меня. Магнули, прошли. А тут, а тут уже слишком, мам. Тут очень скользко, мам. Ой, молодец. Прошла. Вы спокоились за меня, молодец. Прошли, все, голубы. Спасибо, что беспокоились за меня. А вот ступеньки. Могу, ты ведешь. Все, выше. Да, выше. Да? Да, конечно. В общем-то, молодцы, папа молодец, они закончили лабиринт. Он правильно руководил, и все, ребята, победа. Я думала, хуже, я думала, сейчас мы выйдем десь. Фух, слава богу. И быстро мы вышли. Я же сказал, доверяйся меня, все. Я сказал, все, ну, где нормально, значит, нормально. Вопросов нема. Я это испытание прошла из-за них, за Арсена, за Миша. Я прошла испытание для них. Как я могу быть не третий там у них? Как могу быть не третий? Спасибо, что ты нас вывел. Ну, спасибо. Они сближаются с каждым испытанием. Можно в тебе не сомневаться. Мамка какая-то вообще неискреннее, согласитесь. То есть реально заметно, что папа меняется. Ребенок, ну, в общем-то, пытается. Ну, мама что-то как-то пытается всегда быть каким-то мужиком. Не женщиной. Реально каким-то мужиком. Хочет везде командовать, быть главной и тому подобное. Ты можешь помогать, но мужик как бы главный в семье. Реально, ты его как бы втаптываешь грязь. Получается какая-то тряпка. И это не очень хорошо. Я всегда говорю, я никогда ничего не паникую. Я не люблю эту панику. Они там немножко терялись, волновались. Ну, я постарался успокоить, сказать, что вы за мной. Идите и ничего не бойтесь. Я был уверен, что все будет нормально. Я даже не сомневался. Ну что, ребят, наступает следующий день. И на утро муж решил приготовить сюрприз жене. Пока что она спит. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Муша. Ростяслава. Очень приятно. Прошу вас, чтобы вы мне помогли сделать такой необычный подарок для своей жены. Давайте попробуем сделать розу. Металл. Болотец. Розочку. О, металлическая роза. Так или не так? Ближе к краю. Ковальня. Чтобы она в продоле была. Вот так? Да, да, да. Получается. Я не могу биться так, как тебе. На самом деле дело не очень простое. И если бы раньше муж уже опустил бы руки с колтану, и он нахрен, то сейчас все-таки он доделает. Хотя и не просто для него. О, и все, хорошо. Красиво. Даже на дизайнережение мне цветы не дарят. Да. Потому что это баловство. Дарят цветы. Это может разбаловать женщину любую. Раньше мне больше хотелось, чтобы он мне подарил цветы. Ну, хотя бы на праздники. Смотри, как красиво. Много труда. Много любви и всего остального. Туда надо. Смотри, разница большая. Когда ты пришел, купил. И отдал, а когда ты сам сделал. О, ресторанчик. Ну что, ребята, наша пара идет навстречу. Но было еще одно правило, где они должны были подготовить видеообращения к друг другу с извинениями. Спасибо тебе за такие сюрпризы. Я дуже довольна. Я знала, что ты на все способна. Ради меня. И мужику аж приятно. Аж расцвел. Значит, даже взрослые люди могут меняться. Арсен тем более поменяется. Мы это первый раз таки. Мы же за детьми забыли про себя. Мы за детьми забыли про себя. Знаешь, начи меня все поймало. Потому что мне раньше было легче какие-то плохие слова. Я же прям сам и улетал. И задумываться надо. Легче было говорить плохое что-то. О хороших. Значит, я же что-то зацеплю. А сейчас, наоборот, хотела бы ты подивиться. Хорошо не могла сказать. Бывай. Я дещи почитать из листка. Читай из листка. Не затримуватись думками. Я все выклала на бумагу. Чтобы не задерживать смысл. Я выложила все на бумагу, чтобы не волноваться. И сейчас не забыли. И что-то не забыть. Поверь, что я звертаюсь сегодня до тебя. Что я обращаюсь к тебе от души, от щирого сердца. Греште я отпустила все образы до тебя. Я отпустила все обиды к тебе. Что не давали мне жить. И не давали мне зрозуметь, насколько ты добрый. Чуйный и любящий муж. Пока у меня сидели эти образы, я никак не могла пораселить себя. Чтобы извиниться перед тобой. Потому что я очень сильно виноват перед тобой. Ты знаешь, что у меня сложный характер. Мой характер, какие дети вытримат. И мой характер мог выдержать только ты. Поэтому ты мне, мабуть, был и посланный Богом. Я думаю, что кто-нибудь другой бы уже сдался. А ты выявился очень сильным. А я завжди тебя уважала слабым. Пробачивай меня за это. Раньше я в тебе бачила только все поганное. А когда я выкинула из себя сметча, который мне заважал здравомыслить, я поняла, что наоборот. Это я тебя так люблю, и поэтому я боюсь за тебя. Сегодня я представила себе такую картину. А что было бы со мной, если бы ты... Чтобы проучить меня, а ты бы бросил меня и пошел в другой. Я бы с этого не выдержала. Поэтому раньше я считала, что я тебя совсем не люблю. Но сегодня мне стало легче. Когда я смогла выкинуть из себя все и простить тебе. Спасибо тебе, что ты никогда не делал таких экспериментов. Никогда не уходил никуда. А дождался того момента, что я поняла это сама. Поэтому прошу извинения, что сама тебя, не подозревая, использовала твои чувства. Но это только от того, что сильно уверена в тебе. Я признаю свои ошибки перед тобой. Особенно за грубиянство в твой адрес. А особенно за грубость твой адрес. И незаслуженные к тебе фразы. Которые тебя унижали. Извини меня за все. Извини, что не общаюсь с твоими родителями. Я думаю, что все пойдет дальше, как нужно. Ты мне будешь в этом помогать, и я тебе... Извини меня за то, что я, наверное, что-то не вспомнила. А ты до сих пор, может быть, за что-то обижаешься. Я чувствую свою вину перед тобой. Но раньше не могла. Так просто извиниться перед тобой. Извини, что пришлось читать с листка, но я очень волнуюсь. Если бы я чаще просила извинения, так бы не волновалась. Веришь? Верю. Ты веришь мне? Ну, честно сказать, муж очень просто впечатлен такой откровенностью своей жены. Честно, реально это было все искренне. Потому что по ихним лицам было видно, что они чуть не заплакали. А некоторые плакали. Мне было тяжело это все для вас переводить. Но, ребята, я думаю, сейчас мы услышим все-таки извинения от мужа. Спасибо. Прощение принимается. У меня тоже есть обращение к тебе. Посмотрим, примет ли жена его. Дорогая моя жена Наташа, я хочу извиниться. Просить тебе прощения. Просить тебя прощения за святей молодой. За все, короче, одним словом, можно сказать, за все. Потому что я убежал, кричал, ругал. Одним словом, за все. Хочу, чтобы ты меня простила. И хочу тебе сказать, что я тебя очень уважаю и люблю. Я благодарен тебе за все, что ты мне делал. Входила ты мне, в первую очередь. Очень прошла с сыном. Я благодарен тебе за чистоту, за порядок дома. За вкусную еду. За гости принца. Я очень люблю вас. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Ну, и уже как бы покороче, но искренне сказал. Я на столько тебя просил, что даже не помню, что это плохое дело. У меня есть ли от тебя подарок, который я сегодня сам своими руками его сделал. Это что? Да, это я своими руками оба ковыли. Боже, спасибо. Да. Какие классные. Спасибо. Я помню, что в кафе было на такие розы. Ты запомнил, да? Спасибо. Я вражена. Она удивлена. Очень заметно, что все-таки в этой семье отношения все-таки немного наладились. Потому что они пообщались, они извинились, они сказали то, что чувствуют. И хочется верить, что все-таки в этой семье все будет хорошо. Удовольствие получил. Радость. Ну, мне приятно было. Я думаю, дальше все будет нормально. Но самое главное, чтобы было взаимопонимание. Так, как сейчас. Так, как сейчас. И так, чтобы не пошло заодно. Папка с мамкой лучше себя вести. Ну, один до одного. Начали друг к другу относиться лучше. Папа с мамой. Мушек, Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Как успехи? Нормально. Нормально? Хорошо. Хорошо, совершенно верно. Что позитивного было на этой неделе? Намного близились. А что вам запомнилось больше всего? Ну, особенно запомнился вот этот бой с Рисуслета с вами. Мне понравился. Понравилось. Наталья, а вам как было увидеть супруга в доспехах? Ну, сперва приятный шок. Сперва был шок. А потом горькое разочарование? А потом просто все приятно, приятно и приятно. Как сон. Как не за мной. Наверное, такая радостная была последний раз, когда сын родился. Вот именно. Вот так сильно сильно. Когда сын родился. Очень важно, чтобы у него была возможность проявлять себя как мужчина. А для этого вам нужно научиться доверять друг другу. И в каком-то смысле научиться проявлять себя как женщина. А мне всегда хотелось слабше. Лучше я сзади где-то буду идти. Вот я к пещере не понравилась. Кстати, как вам пещеры? Я тоже боялась. Я только ради них туда зашла. И мне понравилось, что Арсен посередине, а я последняя за ним. Арсен шел посередине, а последний мне это не понравилось. В жизни тоже я не против. Я только так и хочу. Готовы? Конечно. Я жду и мечтаю всю жизнь. А, кстати, Муша, вам понравилось быть первым? Да. Готовы и дальше брать на себя ответственность? Да. Я готов. Я бы хотел обратить ваше внимание на проблему с Арсеном. Ваш сын не знает, как себя вести, когда в семье все хорошо. Вполне возможно, что он чувствует себя лишним и ненужным. Вот когда мама с папой ссорятся, я могу маму поддержать. Когда папа с мамой ссорятся, я могу папу поддержать. Меня мама любит, папа любит. А когда папа и мама любят друг друга... Тут он растерялся. Конечно. А получается, что он слышит позитивный отзыв о себе исключительно в те моменты, когда вы ругаетесь. А когда у вас все хорошо, нужно о нем тоже отзываться положительно. Обратите на это внимание. Ага. Спасибо. Готовы услышать новое правило? Да. С удовольствием. Тогда давайте пригласим Арсена и узнаем, что вам предстоит сделать на этой неделе. Хорошо. Школьник. Привет. Здрасте. Как дела у тебя? Нормально. Ну что нормально? Что-то изменилось в лучшую сторону? Ну, мамка с папкой трошки лучше уже стала. То, что у них отношения наладились, тебе это нравится или нет? Ну да. Нравится? Ну да. Слушай, а вот скажи, если они друг друга любят, почему же они ругаются? Не знаю, из-за меня, наверное. Из-за тебя? Ну, вы же не из-за сына ругаетесь, правда ведь? Нет, конечно нет. Я не думаю, что из-за ее. А что ты говоришь, что из-за меня? Что ты говоришь, что из-за меня? Да, бывает иногда, что я так говорю. Все проблемы из-за меня. Ну, надо просто справляться. Жрите с чувством вины очень тяжело. Когда человек считает себя виноватым, вот необоснованно, у него опускаются руки. Он думает, все равно я негодяй. Зачем я буду себя напрягать? Больше не буду. Молодец, папа, вот вообще крутой поступок был. Вот. Я очень хочу, чтобы ты сейчас это четко для себя усвоил. Они ругаются, потому что вот иногда не умеют договариваться. А ты просто повод. Да. Поэтому даже если вдруг они в порыве гнева будут говорить, что это ты во всем виноват, ты им не верь. Это они не знают, к чему придраться. На самом деле это не твоя вина. Договорились? Готов к следующим правилам? Да. Правило первое. Один дома. Я? Да. Капец. Я считаю, что ты смелый и самостоятельный парень. Но вот эти качества ты проявляешь... Неправильно. ...тогда, когда рядом есть люди, которые могут тебе помочь. Ты в состоянии самостоятельно решать свои проблемы, без чьей бы то ни было помощи. Как ты думаешь? Сможешь? Да. Отлично. Вот, на самом деле, парень очень уверенный. Я смотрю на него, но реально, он не похож на какого-то негодяя такого, что плохо себя ведет. Вообще, знаете, как мальчик отличник стоит. Как бы четенько так все зализано в костюмчике. И не сказал бы, что парень на самом деле плохой. Да, есть проблема с родителями, которые не умеют между собой ладить. Но мальчик, на самом деле, в общем-то, неплохо себя ведет. Согласитесь. В рамках этого правила ты это и продемонстрируешь. Класс. Правило второе. Связь поколений. Ну вот у вас какие отношения с родителями, мужами? Практически их нема. Поганые. Ну и не поганые. Поганые. Ты даже зимой здороваться не хочешь. Да, это плохие отношения. Поганый такой скандал. Нет, 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 смотришься. Наталья. Мы вообще практически не общаемся. Это плохие отношения. У вас есть родственники, с которыми вы не общаетесь. Эти отношения можно назвать хорошими. Будем так говорить. Вы не просто с ними не общаетесь, вы избегаете общения с ними. Пришла пора все-таки наладить отношения с родителями, мужами. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок к вам относился хорошо, покажите ему на собственном примере, как дети должны относиться к родителям. Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. Я вас жду через неделю. Да, в общем-то, и правил немного, ребята. До свидания. До свидания. Ну что, ребят, наступает новая неделя правил, и мама решила все-таки начинать с того, что нужно поговорить с родителями своего мужа. Но в основном всегда общение с жены, с родителями мужа особо ничем хорошим не начинались. Да и не заканчивались. И всегда инициатором этого общения был как раз муж. И они всегда ссорились. Не получилось наладить контакт. Я вела себя так, как бы у вас есть сын и внук, а я так как бы в стороне. А ей хотело, чтобы я все время чувствую свободу ей проявляла. Чтобы любовь проявляла к ней. Ей хотело, чтобы я за невестка. Ей хотело, чтобы я за невестка. Я считаю, что я за невестка, а не проявляю никаких. А чувств не проявляю. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Вот я помню, вы всегда обижали, что я не звоню к вам. Вот я решила позвонить. Хорошо, это прошлое. Я хочу попросить у вас прощения. Может, я обидела вас чем-то. Для мужа просто шок. Потому что его жена с родителями говорит совсем по-другому. И, наверное, мужик там просто счастлив. Есть, Наташа. Не надо. Сейчас не надо. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Если я вижу, что все нормально, тогда я иду. А сейчас я не хочу. Это честно. Пока не хочу. Пока не хочу. Но пока что, ребята, обиды есть у семьи Мушега очень большие. И они не хотят прощать пока что невестку. Не знаю, простят ли, но сейчас пока нет. Будьте здоровы. Да, счастье вам. Счастье. Но простить не можно. Хотя на самом деле муж поступок очень оценил. Потому что он понимает, что у нас готово меняться. И это реально очень круто. Да, это был первый звонок. Но если она позвонит вам еще раз, еще раз и еще раз, то родители Мушега поймут, что все-таки она это искренне хочет сделать. И тогда ее простят и все будет окей. Потому что им показалось, что сейчас это показуха. А если позвонит еще раз и без камеры и тому подобное, то они, наверное, это все-таки поверят. Ну, ребят, давайте перейдем еще к одному правилу, которое называется «Один дома». Мы же с дома будем ехать. Когда? Мы с дома уезжаем. Вот сейчас. Чего? Сейчас. Ну так потрясающе. Ты будешь сам дома. Так же нужно. Ты сам будешь дома. Класс. Классно? Ну да. Приготовленной еды нет уже. Ты сам будешь себе. Приготовленной еды нет уже. Картошки на дарушке. Хочешь картошку, хочешь яйца. Не знаю, что ты хочешь, то и жир. Сейчас, ты гроши, да. Ну что, парню провели образно короткий инструктаж, и парни оставляют. Такие деловые, деловые, а слезы в ручах. Ну я понимаю, что сейчас... Это беделок. Вот не хочет, что мы поехали. Ты не узнал, так кажется. Ладно, так не хочет. Да, я понимаю, что не хочет. Ну, почему сейчас трудно. Сейчас мы пойдем, я пойшу. Буду плакать? Да. Нормально все будет. Ты уроки узнал, Балес? Нет. Ну что, нет, Балес? Ну что ты не узнаешь? Ну надо делать, я бы с тобой что-то говорили. Чего я пустился? Я в тебе верю. О, я в тебе верю. Ты не сказал, я тебе верю. Ну все. Правильно сказал. Молодец, Балес. Пока. Пока, Балес. Ну что, ребят, родители ушли, парень начинает действовать. Пельмешки. Так. Ну он же не сам дома, а со съемочной группой. Поэтому там не скучно. Хотя, на самом деле, Арсен даже не догадывается, что родители находятся вообще в соседнем доме, и они имеют возможность наблюдать за ним. Уроки делают. Уроки делают? Наверное, готовы находить. А там есть такое фигня? Готовы находят. Ну делают же шуроки. Ну ладно, господи, ребят. Кто не пользовался ГДЗ? Это я помню, когда в школе учился, я использовал ГДЗ. Так вот, спасибо малому хоть за то, что он хоть все-таки это делает. Ну блин. Ну честно. Мог бы вообще ничего не делать. А так хоть списывает. Ну блин. Я не знаю, кто этого не делал. Ну нет, есть, конечно, такие люди. Но я тоже так делал. И ничего, человеком же вырос. Кто ему сейчас там поможет? Наверное. Ну кто? Я что же ему не поможу сейчас? И ты не поможешь. Можно же было попробовать самому сделать. Ну не может он сам. Ну как? Ой, что ты грязное ядро привез? Это откуда он носил? Ой, все. А что парень решил сделать? Ужин, который в основном готовила мать, придется готовить теперь самому парню. Это у кого он таки видел? Мишенька. Кого он так видел? У кого он таки видел? Ну не у меня. Не у меня. А ты где у меня? Ваня картошка. Ну мой, ну нормально. Нож здоровый, я кинь взял в бой. Это тоже самое и мой почерк. Тесоком чистит. Нормально чистить картошку, согласитесь. Смотрите, какой молодец. Красавчик, реально красавчик. Молодец. Без вода не умрет. Ну, пацан вообще реально выдает крутой. Чайник поставили, забыл что про него. Ну, немного парень, ребята, заигрался, забыл про чайник. Тот начал чуть-чуть дыметь, но все окей, все обошлось. Ну, первый раз, потому что надо немножко быть внимательным. Я забыл про него. Все, ему хана. Кому? Я думал, что по-моему. И если несколько недель назад и безлад Арсенови дисталась от мамы на гориха, то ныне Наталя сприймает все с усмешкой. Мама сейчас типа воспринимает все с улыбкой, хотя раньше могла бы за это просто его наказать, наругать. Но сейчас она понимает, что сын делает ошибки, но она не хучится по-другому никак. Надо делать ошибки для того, чтобы что-то учиться, что-то уметь. Но, ребята, скоро родители должны возвращаться, и для того, чтобы все-таки родителей встретить, парень решил приготовить ужин. И еще не простой. Потому что он решил приготовить, ребята, мясо по-французски. Представляете? Сам. Отбил мясо. Вообще красавчик. Салат. Да ты шо? Я аж кушать захотел. И вот, ребята, родители приходят домой, и они просто в шоке. Ку-ку. Держи. Ку-ку. Привет. Ну, ты, хозяин, думаешь. Дай папку. Привет, Болис. Ох, целый таны. На, будешь? Конечно, будешь. Теклёшь руки, помою. Ну, приятно то, что родители очень ценили то, что парень готовил. Они не начали обращать внимание на то, что, как бы, срач на кухне, что-то не убрано. А реально, все-таки, обратили внимание на плюсы. Ой, ну такие. Не то, что экзамен. И не перед Мишей. А просто так выходит. Ну, а кто виноватый? Не Арсен же виноватый. Кто виноватый виноватый? Весь спрос из меня. Молодец. Честно? Честно. Давай туда. А ты размораживал мясо, да? Да. Вася, сёсё. Ого. Давай насыпай, когда чут, я, блин, это самое, холодный закуску тарёшь. Мне лично понравился. Молодец. Он токнул. Не скажу, как идеально сделал там, что он должен был делать. Ну, по-молодчиски, или как там говоришь. Ну, хлопецец, хлопецец. И картошку. Чтоб попало. Ничего, чтобы пало. Ты мне, чтобы пало, почаще роби, Арсен. Почаще делай, чтобы пало. Договорились. Вот видно, когда всё-таки хвалят ребёнка. Посмотрите, как парень цветёт. Он аж хочет делать, согласитесь. Я думаю, что даже вы как смотрите это видео. Делайте чаще там приятное своим близким, родителям. Неважно кому. И вы увидите, как они будут просто вот хотеть даже это делать. Сказать какую-то приятную фразу. Поддержать. Это очень сильно окриляет. Вот так зажарить у меня никогда не выходит. Я с чинистичка, мама. Потому что я весь она накидаю в синейку. Вон у меня что-то в соку там погрузило. А это плохо, чтобы пожарить. А корочки никогда не бывают. А ты, чтобы корочка была? Ну, так. Мне так нравится, чтобы корочка была. Честное слово. Я не знаю. Может, это не нарочно так вышло. Мне это нравится. Вот это все. Как тебе езжу. Что, правда? Двоецать. Ты даже солишь правильно. Я вообще... И не пересолил, и не досолил. Как раз нормально. Как раз вкусно. Грибинок довольный. Нет, был надеяться. Готовить оказывается не так трудно, если захотит. Тебе трудно было? На пять. Молодец. Парень на самом деле очень сильно счастлив. Потому что его впервые, наверное, хвалят, поддерживают. И парень даже, наверное, хочет так дальше радовать своих родных. Сейчас, после этого случая, что он сам побудет, я думаю, так. Почаще его так оставить. Почаще оставить. Я тоже осталась бегать за ним. Шапку поправлять, носки поправлять, штаны, рубашку заправлять. Мне уже самой, уже как, надоело просто. Как хорошо. Ты зашел там? Питамо себе дыщикать. Что я делаю вообще? Какое время есть, я что? Каждую минутку использую. Ты всегда занят, тогда и занят. Так бы я все время теперь. Я уже боюсь. Не бойся. Ты не будешь. До хорошего быстро привыкай. Не будешь. Честное слово. До хорошего быстро привыкай. Но ребята удивлен не только ребенок, но и сам мушек. Он просто-напросто не узвает свою любящую сейчас жену, которая раньше была просто монстром, кричала на него и унижала. Ему просто приятно шок. Ну, мне кажется, я много чего делала. Оценил. И дальше оценить. Я и дальше собираюсь. Это эксперимент продолжать. Хай будет эксперимент, хай будет игра. Если кто знает правила, то и побеждай. Молодец. Я тебе кофе купила. Спасибо. Мы в шоке просто. Реально он в шоке. Приятно в шоке. Ты помеешь сам чашечку. Ну, куда я тебе нас уже? Давайте его. На этом кофе гадают. А хочешь, а ты погадай. Тоже армянский на чашку, а у нас на блюдечко, Миша. Дивись. Навіть ворожение на каве пророчить ихней родине счастье. Бачу, что будешь дуже счастлив, если за мной прориваешь всю жизнь. Места мимо. Будут не удачи. Ну, смотри сам. Ты меня бачишь там? Да. Скоро тебе поцелует красивая, дуже женщина. Румянский кофе, русские буки не могут бить. Муж, на самом деле, еще не привык, но с удовольствием принимает такие вот ухаживания от своей жены. Что ты хочешь? Я сдаюсь. Что с... Дуже ласково стало. Ласково стало. Все необычно было. Что там? Необычно. Просто шутковала со мной, и все. Мне приятно было все равно. Хоть она шутковала, мне тоже. Я шутила. Ласково относиться, разговаривать. Хорошо. Мне это понравилось. Ну и все. Ему это нравится. Ну, конечно, кому не нравится. Кому нравится недовольная морда, скажу прямо. Понятно, что никому не нравится. И он другой сразу. Проходит, ребята, время, и наши родители решили все-таки сделать более интересным свой дом. Я кихотила Наталья без жаевых нагадований. Миша поменялся дуже. Сам за все березся. Дай Бог. Сам все делает. Я прагну в ушах без кпыни в тадоты пев. Чтобы друг друга понять и уважать. А что так? Больше ничего не надо. И цените. Як Мриев Аршен. Разум и без батькевских сварок. Ну, никаких дома руганий. Ну что, ребята, теперь концовка. Будем подводить итоги недели и сравним с тем, что было и то, что есть. Мушег, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Что вам дал проект? Уверенность к себе дал. Лично я себя волю. Не жалеете о том, что обратились к нам? Да, жалеть-то не жалеем. Ну, хоть сейчас в жизни все равно что-то научились. Нет, я не жалею. Помогло мне поменяться в себе. Поменяться в себе. Точку. Что же вы в себе поменяли? Ну, например, то, что меня раньше раздражало, я сейчас просто в душе смеюсь над этим. А ваше отношение к мужу изменилось? Что-то раздражало, сейчас смеется. Конечно. Мушег, в лучшую сторону? Да. А что изменилось? Скандали не строится. Самый главный. Что для вас было самым сложным? Я не помню, что сложно. Все было пока обычно. Но уже втянулись. Да. Наталья, правило один дома, помните? Да. Справился? Мне понравилось, что Арсен был один дома. Мне понравилось. Для него это стало. Для него это стало. Тоже показательным. То, конечно, мы же все это делали для него, а не для вас. Ну, да. Тем более, он когда ест и приготовил. Когда Куша приготовил. Я не мог поверить, что нам оно вкусно. Неужели ли это получилось? Он не мог поверить, что нам понравилось. Все получилось. Ну, и позже мы его хвалили постоянно. Позже тоже хвалили. Каким будет ваш сын, если вы не остановитесь? Если вот все то, что вы приобрели в рамках проекта, вы будете продолжать делать? Да. Давай, конечно. Ну, теперь, ребята, хэпиэнт. Нравится? Да. Ну, теперь вы должны понимать, что вот это будущее исключительно в ваших руках. Да. Как вы думаете, получится у вас помочь вашему сыну стать таким? Хочется наняться. Да, получится. Наталья? Я задумывалась. Конечно. Я смотрелась. Это в наших силах и в наших интересах. На этом все. Удачи вам. Спасибо. Спасибо вам тоже. Я думала, взрослых перевоспитать невозможно. А вот, мне кажется, в нашей семье быстрее нас вмешать перевоспитать. Круталый, чем Арсен. В семье вся поменялась. В кистина. Там, взаимопонимание. Между мамкой, папкой, Машкой. Мной. Круто. Ну что, ребята, вот мы и подвели итоги. Хочется верить, что все-таки в этой семье будет все хорошо. Если вам нравятся такие выпуски, то ставьте лайки, пишите комментарии. Я для вас, ребята, скоро сниму новую семейку. Смотрите, комментируйте. Это был Андрей Чент. И до скорой встречи.